Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Я тебя надолго не задержу. Если ты по поводу Павлюка, то зря теряешь время. Это мое дело, и я буду решать, насколько преступник виноват. Виталька, ему 14 лет. Он вор. Он спер сковородку в подарок для матери. Да, это тупо, но это в первый раз. И это никак не тянет на уголовку. Стоимость сковородки превышает сумму, с которой начинается уголовная ответственность. И что, из-за этой формальности ты готов пацану изуродовать жизнь? Ты же знаешь, что бывает после отсидки по малолетке. Послушай, Андрюша, это мое дело. И я доведу его до конца. И буду действовать согласно букве закона. Слушай, не надо мне только парить вот эту вот хрень. Ты будешь действовать согласно галочке в отчете, а не букве закона. Левченко, тебя же отстранили. Отстранили. Чего ты лезешь? Я отстранен временно. А вот это странно. Что странно? Тебя вообще должны были торнуть из органов. Давай честно. Взятку дал, да? Жалко, что разговор не получился. Я не дам тебе сломать пацану жизнь, даже если меня выгонят из органов. Понял? Ох ты, подлец. Ох ты, подлец. Можно меня отойти, надеюсь? Да, конечно. Спасибо. Хорошо. Очень хорошо. И не переживайте вы так. Все будет в порядке. Я вам гарантирую. Хорошо? Анна Николаевна, позвольте вас поздравить. Это было потрясающе. Спасибо. Простите, я не представилась. Меня зовут Марина. Я новая секретарь суда. Очень приятно. Очень приятно. Вы знаете, я раньше очень много слышала о том, что вы большой профессионал, но сейчас увидела все собственными глазами. Это филигранно, это мастерски. Если я когда-нибудь чем-то смогу вам быть полезной, я буду просто счастлива. Я, кстати, по части добывания информации профи, и у меня есть прекрасные связи в органах. Так что, если я нужна буду, в любое время, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Спасибо. Буду иметь в виду. Спасибо большое. Спасибо. Я тебя уничтожу. А ты? Не бойтесь, Вера. Ничего он вам не сделает. Извините. Ты когда-нибудь успокоишься? Или ты всю жизнь будешь меня преследовать? Господи, Гордеев, какое раздутое самолюбие. Пока. Я предлагаю отметить вашу победу чашечкой кофе. Извините, обещала дочке вместе пообедать. Приятно было познакомиться, Анна Николаевна. Спасибо вам большое. Вера, я вам позвоню. Ты понимаешь, что ты держишься здесь на честном слове? Я там из штанов выпрыгивал, чтобы доказать им, что ты не садист и не бил свою собственную жену. Спасибо. Какого черта ты полез с кулаками на Гришко? Теперь этот Писака состряпает рапорт о телесном повреждении и моральном ущербе. Иван Петрович, я его не бил. Просто попросил не портить пацану жизнь. Я тебя прошу, не подходи к нему. Не подходи. На пушечный выстрел держись от него. Я понял. Раз понял, иди работай. У тебя много других дел. И помню, что тебя восстановили до первого прокола. Насчет пацана не переживай. Я разберусь. Спасибо, Иван Петрович. А что мы маме закажем? Ничего, придет, сама закажет. Ну, а ты? Слушай, а закажи что-нибудь на свой вкус. Ты же лучше знаешь кухню. Так, Влад, смотри. Вот это. Это и еще у нас есть теплый лаваш? Да, есть. Неси. И стой. Стой, 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 стой. И растительное масло. Оливковое? Да какое оливковое? Подсолнечное, душистое, домашнее. Я спрашиваю. А ты не спрашивай, найди. Извини. Сейчас все будет. Здравствуйте. Добрый день, меня ждут. Проходите. Ой, привет, мам, опаздываешь. Добрый день. Добрый день. Мам, познакомься, это Рома. Рома, это мама. Очень приятно. Очень приятно. Кстати, адвокат. Надеюсь, ты не женат, иначе она может тебя развести. Обожаю вашу дочь. Хорошая шутка. Закажите что-нибудь? Да нет, спасибо. Я не голодна. Тогда может быть лаваш. Влад, вставь. Теплый, ароматный. Посмотрите, какой. Пальчики оближешь. Вы знаете, я когда студентом был, любил заказать в столовке тарелку супа. А на столах стоял лаваш. И вот ты берешь этот лаваш, отламываешь кусочек. Восхитительный аромат. Макаешь его в маслице. Посыпаешь солькой. И отправляешь его прямо в рот. Невероятно просто. Восхитительно. Вы так не делали? Я? Нет. Желаю. Вы попробуйте. Спасибо. Мне голодна. Расскажите-ка мне лучше роман, как вы познакомились с моей дочерью. О! В общем, это была судьба. Я ехал на своем бентли. Женька шла по дороге. И вы знаете, это как эпическая встреча, как у Петрарки с Лаурой, да? Меня словно молния ударила, и небеса разверзлись. И голос свыше мне сказал, вот она, девушка твоей мечты. Давай беги за ней, идиот! И знаете, в отличие от Петрарки, я не стал страдать всю свою жизнь, а я побежал за ней. Да. И взял судьбу в свои руки. И не отпуска. Кстати, можно я вас буду мамой называть? Жума! Почему? С чего вдруг? Ну как же, на правах будущего зятя. Я же в выполнении имею право называться вашим сыном. Или нет? Ну? Нет. Не можете. Так. О, простите. Клиент, надо торопиться. Да? Странно, я даже звонок не слышал. Телефон был на вебр-режиме. Мам, ну ты только пришла. Детка, тебя ждут дома. Я поздравил. Рома, ты сказал, на правах будущего зятя? Да. Именно. Но похоже, я твоей маме совсем не понравился. Ну и что? Ну главное же, что ты нравишься мне. Рома, я люблю тебя. Сейка, бей! Папка! Привет, сына! Ух ты! Тебе разрешили меня забрать? Я буду у тебя ночевать? Да нет, Сень, я просто рядом проходил, вот и решил тебя навестить. Зато в выходные вместе идем на футбол. Как на это смотришь? Круто! Круто! Двойка! Бам! Садись, Супак, садись. О, и этот здесь приперся. Арсений! Давай не задерживаться. Через час полуфинала нам сейчас за пивом заезжать. Зайка, я быстро. Пап, а ты меня не можешь сейчас забрать? Не могу, сын. До выходных осталось совсем немножко, потерпи. Ну что, никто тебя не обижает в школе? Нет. А ты никого не обижаешь? Молодец. Арсений, иди в машину. Иди в машину, пожалуйста. Я невнятно сказала, иди в машину, быстро. А что касается тебя, ты, кажется, забыл, что это я решаю, когда, где и насколько ты можешь видеться с моим сыном. Или тебе абсолютно начихать на решение суда. Ты же понимаешь, один мой звонок, и у тебя могут быть большие проблемы. Вероника, ну зачем ты сейчас так? Я просто проходил мимо. Слушай, не рассказывай, ты полицейский, лучше меня знаешь законы. Ты должен был заранее уведомить меня об этом посещении. Ты же понимаешь, что я действительно могу просто позвонить. А могу и не звонить. И вообще от тебя отстать. Если ты сейчас, с этой минуты, добровольно исчезнешь из нашей жизни. Ну чего ты ухмыляешься, молчишь, а? Ты что, не понимаешь, что моему сыну только хуже от твоих воскресных встреч? Это и мой сын тоже. Кстати, об этом. Я скоро официально стану Сашиной женой. И он станет отцом для Синий. Прекрасным отцом. Он о нем заботится. Подарки ему покупает. Ну что ты молчишь? Ну хочешь, мы тебе денег предложим. Ты продашь свою дурацкую комнату в коммуналке и купишь что-то нормальное. Ты согласен? Это удивительно. Что тебе удивительно? Я прожил с тобой целых пятнадцать лет. Пятнадцать лет. Но так до конца я не понял, кто ты. Господи, давай вот это без этого не начинать. Я с тобой не жила. Я с тобой выживала на нищенскую зарплату. Так что, ты согласен? Я приеду в воскресенье и заберу сына в двенадцать часов. Иду, ненавижу тебя. Зайка, не нервничай. Привет, любимый. Смотри, 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 смотри. Как оно тебе? А? Да. Сколько? Ну, вообще. Нет. Платье не может столько стоить. Ты очень много тратишь на шмотки, правда? Ты что, хочешь, чтобы я одевалась в секунхенде, да? И выглядела просто как нищеная. Не начинай, и так тошно. Ну, если тебе кто-то испортил настроение, не нужно на меня вливать весь свой негатив. Ну, что опять случилось? Ты снова проиграл? Она опять тебя сделала, да? Ну, что значит сделала? Вот ты можешь какое-то другое слово придумать? Ну, хорошо, обошла, обыграла. Оказалась просто умней. Чух-чух-чух. Она сделала меня идиотом. Вот она специально так делает, понимаешь? Чтобы побольнее было. Может быть, она хочет тебя вернуть? Да нет, что ты. Ну. Так не возвращает. Нет. Она никогда не простит меня измены. Никогда. Потому что она сильно изменилась. После нашего развода. Стала резкой, независимой. Ты похорошела, да? Ну, и похорошела. Но при чем здесь это, Ида? Да притом. Видел бы ты себя со стороны. Что? Она никогда мне не простит наши измены. А если бы простила, то что? Ты бы вернулся к ней, да? Вернулся? Что ты такое говоришь? Я всегда знала, что там будет между нами. Я смотрю, тебя даже льстит, что она преследует тебя. Признайся, льстит. Не неси чушь. Вот тогда иди. Иди, проси у нее прощения. Может быть, она простит тебя, старого дурака. Что ж, тебе не хватает в этой жизни, а? Нам надо с тобой как-то договариваться, друг мой. Нам с тобой еще долго вместе жить. Да. Мама. Может, ты наконец-то заменишь этот кран и вызовешь сантехника? Женечка, погоди, дочка. Давай поговорим, а? Присядь, пожалуйста. Присядь, мой хороший. Как дела? Нормально. Хорошо. А расскажи мне немножко про Романа. Чем он занимается? Он бизнесмен. О, бизнесмен. А что за бизнес? Мама, какая разница? Знаешь, мне сегодня в ресторане было очень неприятно. Ты могла бы быть с ним полюбезнее. Подожди, погоди. Посиди. Да, Чунь, он в два раза старше тебя. Ну, папа тоже старше тебя на целых 15 лет. И что? И чем это закончилось? И чем это закончилось? Разводом. Мама, ну, может, ты просто не любила папу? А я Рому люблю. И я еще в ресторане почувствовала, что ты захочешь меня отговаривать. Но не утруждайся. Это бесполезно. Доброй ночи. Женя, это... Ну, и к чему это все? Что такая мелкая месть за обиду двадцатилетней давности? Ты стань. Зачем ты Жене Морочи голову? Она же ребенок совсем. Только не говори, что любишь ее. Не любишь, это очевидно. Ну, ты чего ревнуешь? Чего? Ты ревнуешь? Господи, Тищенко. Это мой ребенок. И я за нее переживаю. А она тебе верит. Да, конечно, верит. А еще она ручная. И послушная. Как обезьянка. Я тебе сейчас докажу. Секунду. Алло. Женечка, любовь моя. Рома. Можешь у мамы отпроситься? Да, могу. Потусим на сегодня, да. Хорошо, Ром. Ждем. Четыре секунды ровно. Алло. Мам, я переночую сегодня у Аси, ладно? Мы хотим контрольной подготовиться. Вечером поговорим. Ну, и чего ты добиваешься? Что задумал? Алло, Марина? Добрый день. Анна Сотникова. А, вы меня узнали? А ваше предложение попить кофе еще в силе? Ась, 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 извините. Короче, мне срочно надо алиби. В смысле, какое алиби? Ну, короче, Рома предложил мне остаться сегодня ночью у него. Ну, понятное дело, мама меня не отпустила, поэтому я сказала ей, что я ночую у тебя, типа мы готовимся к контролю, но ты меня прикроешь. В смысле, а если она мне позвонит, скажет тебе дать трубку? Что мне говорить? Блин, не знаю, скажи, что я на нее так сильно обидела, что она меня контролирует, что пускай звонит мне лично, окей? Окей. Смотри, что Дэн вычудил. Мастер фотошопа, блин. Мне, по-моему, кайфово. О, прикольно получилось. Ты идет? Если это Рома увидит, знаешь, что у тебя будет вообще? Какой еще Рома? Какой Рома? Жених ее? Короче, я тебя последний раз предупреждаю, хватит за мной таскаться, понял? Идем. Понял. Я, вообще-то, скоро замуж выхожу. Это еще посмотрим. О, Анна Николаевна, на вас прям лица нет. Марина, давай на ты, просто Аня, хорошо? Хорошо. Ты говорила, что можешь добыть любую информацию? Да. У меня тоже есть кое-какие связи, но, может быть, ты сделаешь это быстрее. Хорошо, что нужно сделать? Нужна информация по поводу Романа Игоря Игоря Тищенко. Бизнесмен, сорок лет. Главный вопрос, насколько он может быть опасен. Что он сделал? Марина, Роман моя первая любовь. Учились вместе в университете. Собирались пожениться. Потом к нам пришел новый преподаватель по праву, Олег Гордеев. И я влюбилась. Гордеев? Это адвокат, которого ты вчера? Тот самый. Тебе что, еще не доложили, что это мой бывший муж? Слушай, я теперь понимаю, что значит фраза, которую он вчера сказал, что ты его преследуешь. А ты реально это делаешь? Просто пересеклись на одном из разводов. Я тогда выиграла дело. Жены, когда узнавали, что у их мужа адвокатом будет Гордеев, просили меня о помощи. Я не отказывалась, это даже весело. Да это круто! В общем, Роман. Так. Я когда с ним рассталась, он очень тяжело переживал. Это все и кричал, что я его предала. В общем, он всегда, знаешь, такой был. На нерве, отчаянный, дерзкий. В юности мне это все нравилось. А сейчас, сейчас меня это пугает. И главное, что он даже не скрывает, что специально на зло мне встречается с моей дочерью Женей. Я хочу знать, что у него в голове. Вот. Хорошо, я узнаю все, что нужно. Эти мужики никогда не поймут, что у нее в голове. Спасибо за помощь, Марин. Да пока не за что. Так, а ты куда собралась? К Асе, я тебе звонила. Ты забыла? Я знаю, что ты идешь к Роману. К Асе. Можешь сама ей позвонить. Женя, не ври мне. Ты же не знаешь этого Романа. Он просто тебя использует. Мам, то, что он тебе не понравился, я уже поняла. Но это мой выбор и моя жизнь, окей? Господи, ты же ничего не знаешь. Роман Тищенко, мой бывший однокурник. И что? Стоп. У вас там что-то было? Да. Мам. Мы с Романом собирались пожениться. Назначили день свадьбы. Пригласили гостей. Но тут появился твой папа. Я так сильно его полюбила, что бросила Романа. Это серьезно ударило по его самолюбию. Он очень, очень самолюбив. Ты должна это знать. А теперь, мне кажется, он мстит. А еще, он очень любил выпить и погулять. Доченька, мне кажется, что ваша встреча не была случайностью. А если и была, то получила продолжение. Не потому, что он тебя полюбил. Не трогай меня! Женя! Женечка! Я сказала, не трогай меня! Подожди, стой! Женя! 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 Значит так. Я все решила. Прошлое Ромы не имеет для меня никакого значения. А то, что в этом прошлом была ты, мама, это нелепая случая. Поэтому пускай она останется в прошлом. Женя! Рома меня любит! Мама, я не дура, я это чувствую. А ты? Ты просто ревнуешь. Женя. Поэтому я сейчас собираю вещи. Собираюсь к Роме. Ты меня не останавливай, понятно? Женя! Женя! Открой дверь! Мама, открой дверь! Это не смешно, ты меня слышишь? Я открою дверь, после того, как ты хорошенечко подумаешь над тем, что я тебе сказала. Я тебя ненавижу, слышишь? Мама, открой дверь! Мама, открой дверь! Да, Марина. Привет, у меня новости о Романе Тищенко. Отлично, рассказывай. Думаю, лучше не по телефону, мало ли что. Говори, куда подъехать? Я в твоем районе. Давай встретимся в кофейне на Пушкинской. Договорились. Только дай мне 10 минут, мне надо с Женей переговорить. Хорошо, я подожду. Давай, пока. Женя, ты как? Жень, ну прости меня, пожалуйста. У меня просто не было другого выхода. Ты потом сама все поймешь, позже. Жень, давай поговорим нормально. Жень. Женя. Отзовешь документы по делу Лужина. Скажешь, что они фиктивные. Ты меня поняла? Поняла, дура. Поняла, поняла. Ну-ка, быстро отпусти ее. Молодой человек, помогите, пожалуйста. Отпусти. Я вызываю полицию. Базь, закрой. Ань, ты в порядке? Да, все в порядке. Чего он хотел? Денег? Нет, пытался меня приставать. Что, полицию я вызываю? Нет, не надо полицию. Я сама со всем разберусь. Да? О Романе узнала что-то? О Романе? Да, конечно. Значит так, роман прописан вот, в Запорожье у своей матери. Так. Но фактически адрес проживания неизвестен. А по поводу работы, любопытная история. Роман вместе со своим старшим братом Борисом владеет гостиночным и ресторанным комплексом, в котором есть сауны, бассейн. И вот здесь, внимание, в сетях, на открытых форумах написано, что эти сауны по ночам работают, как бордель. Что хочет из моей Женьки, что ли, сделать? А, ну... Да откуда я знаю, что у этого психа в голове? Вот с этим всем надо идти в полицию. Ну что, что, что ты, что мы ему предъявим? Женя взрослая, она имеет право общаться вообще с кем сама захочет. А, кстати, на этого романа с Борисом в полицию уже было заведено уголовное дело. Его, правда, вскоре закрыли из-за недостаточного количества улик. Вот это отличная новость. Надо подсобрать информацию и прижать его. Там явно есть какая-то зацепка. Шантаж? Не обязательно. Я найду свидетелей, подниму это дело. Я устрою ему громкое разоблачение. Я посажу этого урода, Марина. Правильно, Аня. Так и нужно сделать. Скажи мне, ты Женьке рассказала о вашем сном прошлом? Да, но ей все равно она влюблена. Так, сейчас надо срочно найти адрес этого романа. Так, давай пойдем выпьем чай, и ты успокоишься. Да? Да. А этого гада обязательно посадим. Пойдем. Друзья, есть замечательный анекдот, я его просто обожаю. В общем, молодая женушка, ну типа из таких, это, Боричи, купили мне машину, ну мужики меня понимают, да? Звонит маме, и говорит, мама, а ну, представляешь, мой не хочет жрать картошку. Подожди, дочь, подожди, как не хочет жрать картошку? Твой дед жрал, отец жрал, а муж твой не хочет жрать. А как ты их готовишь? Тушишь, варишь, жаришь ее? Подожди, мама, подожди. А ее что, еще надо готовить? Засказывай. Друзья. Сори, работа, работа. Сколько? Когда? Хорошо, 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 я попробую. Боря, это хорошо веселится, да. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось, ничего не было. Вот, ничего не случилось. Кто звонил? Да, это... А кто звонил? Ну, да он, младшенький, малой мой звонил. Опять, понимаешь, в институте накосячила. Точно? Ну, что, конечно, точно. Помощь нужна. Я тебя умоляю. Братишка, ну какая помощь? Что, в первый раз сам справлюсь. Ну что, ребят, руки и ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть? Здравствуйте. О, Жень. Друзья мои, всем, кто не знает, это Женя, моя девушка. Прошу любить и жаловать. Идем. Добро пожаловать в нашу дружную и тесную семью. Чего ты такая? Жень, ты какая-то напряженная. Меня мама в комнате закрыла под ключ, представляешь? Да ты что? Да. И как ты вышла? Через балкон. Ром, слушай, у меня есть к тебе вопрос. Она сказала, что... Что ты был с ней в отношениях. Это правда? А еще она сказала, что ты встречаешься со мной, ей назло. Что ты меня не любишь. Прям так и сказала? Да, прям так и сказала. Погоди. Сань, выключи музыку, пожалуйста. Друзья, минуточку внимания. Хочу поделиться очень важным событием в моей жизни. И завтра мы с Женькой идем в ЗАГС подавать заявление. Да, 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 да. Как мило. Прошу прощения. Извините. Ромочка, можно тебя налить? Конечно. Не скачай. Санек, давай. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я единокровный брат вот этого вот романа. Женя, очень приятно. Мне тоже, очень приятно. А это кто? Это, это Тома, его бывшая. Не обращайте внимания. А ты прямо прирожденная актриса. А теперь давай рассказывай, зачем тебе этот цирк? Цирк малолеткая. Я все расскажу, только позже. А сейчас расслабься. Поставь. Сначала скажи, что ты меня любишь. Ну, само собой разумеется. Скажите, что будете пить? Спасибо, я не пью. Это замечательно, Женечка. Не пьющая женщина, это здоровая ячейка. Скажите, пожалуйста, она ему точно ничего не сделает? Она вообще нормальная? Ну, честно вам сказать, я нормальных женщин в своей жизни не встречал. Я женат. Да. Знаете, почему у меня короткая стрижка? Потому что, когда меня жена видит, если я что-то сделал не так, сразу хватаюсь за волос. Поэтому я всегда хожу с короткой стрижкой. Но все равно, я люблю женщин и обожаю. Давайте за женщин, за милых дам. Милые дамы, за вас. За вас, милые дамы. Рома. Жененька, хорошо, что ты дошла. Ты помнишь, я тебе говорил о перманентном сексе? Это фристайл. Давай к нам. Мама была права. Ну, ты урод. Тварь. Мерзость. Что за страсти? Магоди, я расскажу потом. Жень! Старый конь борозды не портит, ну и пашет неглубоко. Понимаете? Да погоди. Что, обиделась? Обиделась, что я тебя убить хочу, чтобы ты сдох урод. Да, что ты нервничаешь так? Давай процивилизованные люди. Я вас всех не надвижу! Ты сдохнешь, урод! Не знаю. Милая броняца только держится. Кстати, по этому поводу есть еще один замечательный анекдот про молодую женушку. Ну и с тобой анекдоты. спустя какое-то время она звонит маме, говорит, ну так с ним поссорились, так поссорились, мама, сильно поссорились. Доченька, это не страшно. Конфликт, он укрепляет семью. Она говорит, мама, не перебивай меня, я это все знаю. у меня другой вопрос. Куда труп девать? Так, ну что, мне тоже пора. Засиделся я. Все, всех обнимаю, всем пока. Борь, подожди, я проведу все. Да ладно, я что, сам дорогу не найду. Борь, точно ничего не случилось? Я тебе говорю, что все в порядке, просто ты же знаешь, мою, понимаешь, на 15 минут опоздал, все, 15 лет голова мой. Тут еще сын фартелями выбрасывает. В общем, ты извини, но надо бежать. Ладно, брат, будь здоров. Давай. Отпразднуйте дальше без меня. А то. Да. Да. Все как по нотам. А что дальше? Хорошо. Друзья, все, вечеринка окончена. Всем спасибо. В смысле спасибо? Вечер такой нашел. Станек, Станек, Станек. Без обид. Ленечка, давайте, девчонки, рады увидеть. Ром, ты что, прикалываешь? Все, 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 все. Уходим, 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 уходим. Уходим, извините. Ну, все, завистим в следующий раз. Так, по-хорошему, да? На выходных. Пока. Ромочка, так, может быть, продолжим те, что мы не закончили? Мы продолжим, конечно, только в том. Давай. Я расскажу завтра все. Завтра. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, пока. Валь. Что? Ну, завтра уберешь. Давай. Спасибо. Пять минут. Все, давай домой иди. Ну, хорошо. Все. Ну, как хочешь. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Да я иду. А водка где? Там, на столе. Ну, я же вам объяснила. А то крыло, в котором находится банный комплекс, уже не работает. Мне кажется, вы не понимаете, какого уровня клиента я представляю. Думаете, мне нравится тут с вами прогуливаться? Он хочет знать нюансы, детали, на что он может рассчитывать. Какой уровень сервиса вы можете предложить. Ну, хорошо. Я могу вам показать. Пройдемте. Виктор, дайте, пожалуйста, ключи. Благодарю. Здесь у нас зона релакса с выходом в бассейн. Здесь у нас сауна финская, инфракрасная. Здесь у нас массажный кабинет. Еще есть тренажерный зал. Показывать? Нет-нет, спасибо. Не надо. Вы точно ночью не работаете, да? Нет, не работаем. Может быть, какой-то вип-заказ? Нет? Нет. Понятно. Нет. Да. Да. Что? Сейчас приеду. Да, Марина? Анютка, я нашла адрес Романа. Я уже знаю его адрес. Еду туда. Что-то случилось? Что у тебя с голосом? Не знаю ничего. Извини. Потом позвоню. Сегодня ночью в доме за моей спиной было совершено зверское убийство бизнесмена Романа Тищенко. Ему нанесли несколько ножевых ранений. По подозрению в убийстве арестована близкая подруга бизнесмена Евгения Сотникова. Ты снимаешь? Снимай. Сейчас мы видим момент ареста подозреваемой. Женя! И судя по тому, сколько крови на ее руках и одежде снова подозвитие. Я его не убивала. Мама, это не я. Уйдите, пожалуйста. Не мешайте. Пожалуйста. Мы уберемся. Почитаем. Голя, Голь. Алик, обыщи кухню, дом. Найди место, где мог быть взят этот нож. Понял, шеф. Давай. Вы кого-то ищете? Объясните, на каком основании произошло задержание? А на каком основании вы здесь? Вы переквалифицировались? Теперь вы защищаете убийц? Я мать Евгении Сотниковой. А, ну да, вы же Сотникова. Мать, значит. Ну, в таком случае я вынужден попросить вас покинуть место преступления, так как посторонних здесь быть не должно. Вы же сами понимаете. Я не посторонняя. Я хочу знать, что здесь произошло. Вы узнаете. В свое время. Мне надо поговорить с дочерью. Прошу вас, дайте мне разрешение на встречу с ней. На данном этапе расследования это не представляется возможным. Вы получите положенное вам свидание, дате которого вам сообщат. А сейчас, в интересах следствия, я вынужден еще раз попросить вас покинуть место преступления. Послушайте, я имею право здесь... Нет, вы не имеете права. Как вы вообще сюда попали? Юра! Да. Почему ты ее впустил? Так, удостоверение, я думал... Не надо думать! Надо все согласовывать со мной. Уводи. Уводи. Быстро, быстро. Девушка, пойдемте. Пойдемте. Госпожа Сотникова, ваша дочь убила Романа Тищенко. Он был ее любовником. Что здесь произошло? Произошло на почве ревности. Отстаньте, не снимайте, пожалуйста. Что? Что произошло? Убили Романа, обвиняют Жене. А больше ничего не знаю. У следователя на меня зуб. Я была адвокатом у его жены во время развода. А он та еще, сволочь, бил ее. А почему вы его уволили из органов тогда? Не знаю. Я тогда добилась, чтобы его ограничили в свиданиях с сыном. Теперь он отыгрывается на мне. Не дает разрешения на встречу с Женей. Можно ваши комментарии? Без комментариев. Слушай, убери их. Убери их отсюда быстро. Вы знаете, что не очень профессионально созывать сюда прессу? Мы никого не созывали. Ну да, можно подумать. Почему вы позволяете себе разговаривать в таком тоне? А почему вы позволяете себе разговаривать со мной в таком тоне? Вы кто? Я подруга Анны Николаевны. Понятно. А еще я секретарь суда. Вы меня простите, но я вам все-таки скажу. Вот действительно, что не профессионально, так это отыгрываться за свои обиды на деле, которые к этим обидам не имеют никакого отношения. Ладно, оставь его. Идем. До свидания. Да что ж это происходит-то, а? Замок на входной двери защелкивается автоматически. Но на момент задержания Сотниковой дверь была зафиксирована вот таким вот деревянным ограничителем. Вопрос зачем? Ну, проветривали, может быть? Может быть. Вещдок? Угу. Шеф. Да? Ножей подобных этому в доме нет. Ну, есть вероятность, может быть, что он вообще был один. Так, Юра, это кто? Это домработница Андрей Владимирович. А, здравствуйте. А как вас зовут? Валя. Ва-ва-ва. Валентина Старшка. Я при братстве пришла после вчерашнего. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Это Марина Кожевникова. Вы узнали? Я звоню к вам по очень важному делу. Игорь, да мне нужна буквально одна минута. Ну, ты же понимаешь, что мне надо ее увидеть. Аня, ты же не хуже меня знаешь, что свидания с подозреваемыми и обвиняемыми осуществляются только на основании разрешения, выданного в твоем случае следственными органами, в работе которых находится уголовное дело. Следователь Левченко такого разрешения не дал. Имеет право. Следователь Левченко сделал это, руководствуясь личными мотивами. А это неважно. Аня, я сочувствую твоему горю, но не хочу нарушать закон. Вот когда будет разрешение с исходящим номером, зарегистрированным в канцелярии следствия с числом выдачи данного разрешения, вот тогда, пожалуйста, а так извини. Понятно. Аня, вот у этого нет никаких рычагов влияния. У этого тоже. Давай вместе подумаем. Может быть, нужно еще раз надавить на Левченко. Да давила я на этого Левченко. Уперся как бык. Хорошо. Кто может нам помочь в этом вопросе? Думай. Слушай, может, с Гордеевым поговорить? Слушай, что? Женька? Нет, мне никто еще ничего не сообщал. Не волнуйся, мы во всем разберемся. Да, приходи. Адрес тот же. В два. До двух у меня встречи с клиентом. Давай. Дозвонил. Клиент просил о встрече. Внеплановой. Ясно. Итак, здесь, в доме Тищенко, вчера было восемь человек. С вами девять. Да. Скажите, пожалуйста, а Евгения Сотникова, вы не помните, когда она ушла с вечеринки? Ой, варечки. Раньше в тех ушла. Да, она устроила скандал, кричала, я тебя ненавижу, ты сдохнешь. Это она его. А из-за чего случился скандал? Так она его приревновала. Кого к кому? Романа Игоревича, бывший его к Тамарке. Ага. Посмотрите внимательно на этот нож. Вы никогда его раньше не видели в доме? Нет, нет. Ага. Давайте вернемся к вечеринке. Скажите, а не было ли еще чего-нибудь такого странного, помимо скандала? Нет. Все знаете, Борису Игоревичу кто-то позвонил, он вышел к бассейну, а я там, там у нас маленькая кухонька и сыр нарезала. И я случайно услышала, как он говорил, о господи, что же он говорил-то, а? Сколько-сколько, а потом, потом говорит, хорошо, я постараюсь. Но когда он вернулся к гостям, он сказал, что разговаривал с сыном. Угу. Интересно. Ну что ж, спасибо. Подпишите протокол. И если там все верно, вы можете идти. Здесь. Спасибо. Спасибо вам. Можно я вещи свои заберу? Да, конечно, забирайте. И я вас попрошу, на время следствия из города не уезжайте, вы можете понадобиться. Хорошо. Привет, Вика. Привет. А твоего еще нету на встрече до двух. Ты новости видела? Нет, я не к нему, я к тебе. Да оторвись от этого компа. Он с ней спит. Кто с кем спит? Олег со своей бывшей. Да ну перестань, ну я бы знала. Слушай, ну все встречи, разговоры, звонки, все у меня на глазах. Нет. Значит, он скрывает. Он сегодня в глаза смотрел, врал. А потом она ему позвонила, и они назначили встречу на два часа. И он сказал ей тот же адрес. То есть, ты понимаешь, что у них уже не в первый раз. Слушай, Вика, а ты можешь узнать, где это? Да я и так знаю, здесь будет встреча. Ну, наверняка из-за их дочери. В смысле? Ты о чем? Ну как? Женя Сотникова убила человека, вся сеть на ушах. Посмотри, раз пять пырнула человека ножом прямо в сердце. Кто-то пишет, что может быть даже восемь. Нет, не знала. Так вот, почему она ему звонила. Ну почему тогда он мне ничего не рассказал? Ну почему, почему? Чтоб ты снова скандал закатила. Ты же от имени Сотникова просто бьешься в истерике. Теперь они точно сойдутся. Вообще беда. Родная дочь. Вот дрянь. Слушай, Вика, а ты можешь кое-что для меня сделать? Смотря что. Ты можешь записать их разговор? Мне нужно знать точно, о чем они говорят. И исходя из их тона, я пойму, что-то есть между ними или нет. Ну нет, подруга. Чтобы я вылетела сюда поле, как только твой узнал об этом. Нет, нет, нет. Нет, Миш, не вылетишь, Вика. Прости все, что хочешь. Боже, ты мой. Да. Тут кругом полиция. Да, хорошо. Попробую. Нужно просто продавить этого Левченко. Просто. Знаешь, как он расшифровал свой отказ в интересах следствия? Как? Написал, что ты, как профессиональный адвокат, можешь применить приемы, которые повлияют на правдивость показаний Жени. Этого более чем достаточно. Брось, Олег. У тебя такие связи, что этот Левченко по стойке смирно встанет. Ты замминистра МВД разводил, забыл? Как же, помню. Если бы не твоя защита его жены, если бы это общественность, которую ты на ноги подняла, я думаю, у замминистра после бракоразводного процесса остались бы более приятные впечатления. Ой, Аня. Я вообще не понимаю, ну как можно ухитриться было настроить против себя всех властимущих? Властимущих? Этих моральных уродов, которые обирали и унижали своих жен? Ты всегда умела сжигать мосты. Видишь, чем заканчивается твоя самоуверенность? Тебе даже обратиться не к кому. Ну все, хватит меня учить. Я уже давно не твоя студентка. Ты поможешь мне или нет? Я вообще не понимаю, я почему тебя здесь уговариваю? Это вроде и твоя дочь тоже. Вот именно. Что значит именно? Что ты хочешь этим сказать? Ты что, ты считаешь, что Женя действительно могла убить человека? Думаю, в состоянии эффекта вполне могла. С ума сошел? Ты с ума сошел? Помнишь, когда Женьке было пятнадцать? Мы с ней поссорились, она жила у меня две недели. Вот тогда с ней случился настоящий серьезный нервный срыв. А ты мне ничего не говорил? Ну извини, Женя просил не рассказывать. От нее ушел парень, одноклассник, какая-то там первая любовь. Она увидела его целующимся, с подругой. Так вот, она устроила тогда в квартире, в своей комнате, настоящий погром, разбила компьютер, телефон. И вообще бросала обтену все, что под руки попадается. Ну, знаешь, погром в квартире и убийство, это не одно и то же, согласись. Нет. Ты просто не видел ее. Это была настоящая ярость. Я думаю, если бы одноклассник попался ей под руки, то она бы его убила. Олег, перестань. Я что, Женю свою не знаю? Она никогда не была склонна к неконтролируемой агрессии. А уж тем более к физическому насилию. Но ты поможешь? Конечно, помогу. Что ты? Я постараюсь. Я организую вам свидание. Спасибо. Да за что спасибо? Ты же знаешь, я всегда готов помочь. И ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю. Вика, до свидания. До свидания. Я провожу Анну Николаевну и вернусь. Хорошо. Это была настоящая ярость. Думаю, если бы одноклассник оказался тогда рядом, она бы убила его. Не прийти. Я и не мог. Давай. Я и не мог. Что? Ага. Алло, это Борис. Зачем звонишь? Мы же договорились. Ну, просто срочно нужно. В общем, та информация, о которой мы с вами говорили, она ушла уже. Сами знаете куда, да. Так что, если что… Успокойся. Я сейчас за границей. Вернусь через неделю, тогда и поговорим. Приличная встреча. Больше не звони мне. Я не убивала Романа, там мы поссорились, и я наговорила ему глупость, и что я его ненавижу, что я готова его убить, но это только слова. Что было дальше? Я выскочила на улицу и встретила Дениса. Кто такой Денис? Мой однокурсник. Фамилия у Дениса есть? Денис Востриков. Денис Востриков ждал вас на улице возле дома? Да он везде за мной таскается, он любил меня с первого курса. Ну, мы просто друзья. И он увидел, что я реву, предложил пойти в ночной клуб развеяться. Можете у него спросить. Мы спросим. Обязательно спросим. Что было потом? Мы были в ночном клубе до утра, а потом мне пришло сообщение от Ромы. Я очень тебя люблю и должен тебе кое-что объяснить. Приезжай. Можете взять мой телефон, там есть это сообщение. Вы же поскандалили. Были очень злые на него. И тем не менее, вы поехали. Почему? Ну, потому что мне было интересно, что он скажет. И я люблю его. Любимый. Евгений, а хотите, я вам расскажу, как все было? Вы поехали к Роману, получив от него сообщение. Но разговор у вас не задался. И тогда вы пустили в ход нож. Нет. Поймите, в вашем случае единственное смягчающее обстоятельство – это состояние аффекта. Но здесь все зависит от ножа. Если, предположим, нож был в доме, и вы схватили его под действием эмоций – это одно дело. Но если вы его принесли с собой, тогда это преднамеренное убийство. Так что я вам советую сохранить наше время и рассказать, откуда взялся нож. Я не знаю. Я протестую. На этом ноже ваши пальцы. Ну да, потому что я выняла нож из груди Ромы. Мне показалось, что он дышит. Я хотела его спасти. Я не понимаю, почему вы мне не верите. Алик, прочитайте протокол. Если там все верно, подпишите. Дежурный! Уведите подозреваемую. Ну что, коллеги, до свидания. Спасибо за хорошую работу. Так обращайтесь еще. Как Сотникова могла нанять такое недоразумение? Это бесплатный адвокат. Сотникова в поиске. Видимо, хочет выйти на плевака. Но сейчас таких уже больше не делают. Ну и что думаешь? Мне кажется, эта девчонка не врет. Очарован. Актерские способности у нее от матери. А как по мне, она не играла. Играла она или не играла, это следствие покажет. А пока ноги в руки, иду и в университет. Найди там Дениса Вострикова и к нам его. Понял. Алло, ну что там с этим анонимным звонком? Кто-нибудь знает, где сейчас Денис? Я не видела его. Он был на паре утром. А домашний адрес его знаете? Илюх. Я у него никогда не был. Понятно. Попробуйте спросить в деканате. Они могут вам подсказать. У них есть все наши адреса. Да, конечно. Конечно, прошу. Если кто-нибудь что-нибудь узнает о Денисе, пожалуйста, срочно позвоните по этому номеру. Хорошо? А, кстати, где у вас деканат? Там. Спасибо. Простите, вы из-за Жени ищете, да, Дениса? Да. Просто хотела сказать, она не могла убить Романа. Она любила его. Конечно, конечно. Мы проверим. Спасибо. Мама! Мама! Ти-ти-ти. Все, все хорошо. Все хорошо. Моя маленькая. Все, все, все. Все, моя хорошая. Все, ти-ти-ти. Все будет хорошо. Все, ти-ти-ти. Ребенок мой родной. Все, 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 моя хорошая. Все, все. Все. Я тебя отсюда вытащу. Слышишь? Теперь расскажи мне подробно, что произошло. Значит, все отпечатки в доме были идентифицированы. Принадлежат друзьям убитого, домработнице Валентине, брату Борису и подозреваемой Евгении Сотниковой. А вот теперь самое интересное. На ручке входной двери отпечатки только подозреваемые. А остальные, как будто кто-то специально стер. Хотя все, кто заходил в дом, обязательно должны были браться за эту ручку. Шеф, Денис пропал. Как пропал? Сказал матери, что пошел в университет, но там так и не появился. Привет. И что, мать не в курсе, где ее сын, даже предположительно? Она не особо озабочена его судьбой. Считает его абузой и причиной всех своих неудач в личной жизни. Говорю, что он шляется, где попало, лишь бы дома не ночевать и не помогать ей по хозяйству. Но! Вот его портреты. Фас, полон, фас и профиль. Я молодец, шеф? Да, молодец. Жалко, я с собой сахара не нашел. Не могу тебе подбросить на весик. Ну, сахар не сахар, а кушать уже хочется. Я пойду, поем. Позже прокачивай скилл силы воли. Так, а что там с остальными дверными ручками? На них чьи отпечатки? А на других все нормально. Отпечатки друзей, домработницы, брата и подозреваемые. Значит, полиция приехала практически сразу. Через сколько минут после того, как ты обнаружила труп Романа? Я не знаю точно, минуты три-пять. А когда ты подъезжала к вот дому, видела кого-нибудь рядом? Никого я не видела. Машина стояла. Какая марка? Я не помню. Ну, цвет хотя бы, помнишь? В чем на синее, по-моему. Видела кого-то в машине? Мам, ты кого могла видеть ночью в машине? Прости, прости. Все, все, все. Все, 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 мой детка, все. Все, мой хороший, все. Мам. Меня подставили, да? Я в этом уверена. Я хочу как объяснить, что полиция приехала почти сразу. Никто кому я что сделала, мама! Я обязательно это выясню. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? Мама, у меня ужасный адвокат, он меня не спасет, мама! Его больше не будет. Будет дядя Георгий. Он у нас лучший. Все, моя детка, все. Все будет хорошо, поверь мне. Шеф, пойди сюда. Смотрите. О, вот этот поворот. Фотошоп. Действительно, цвет лица у нее не тот и тень не так лежит, шеф, у вас глаз алмаз. А, ты думал. Так, Алик, собирайся, поедем в ночной клуб. Шеф, простите, мы с вами сейчас поедем в ночной клуб? Да, мы с тобой едем в ночной клуб «Долина», который фигурирует в нашем деле. А что тебе не ясно, Алик? А, да нет, нет, все понятно. Я просто не о том подумал, простите. Мне даже страшно представить, о чем ты подумал. Да, эта парочка была здесь прошлой ночью. Парень ел стейк, а девушка пила вино. Потом девушка ушла, а парень остался. Очень хорошо. А где конкретно они сидели? Не ходи по-мытому. Извините. Здесь, точно. Парень сидел здесь, девушка здесь. Опа. Ничего себе. И что, у вас в баре посетителям выдают настолько острые ножи? Конечно. Обычным столовым стейк так просто не разрезать. Особенно стейк в вашем баре. Спасибо. Дев! Привет! Ай, елки-палки! Денис! Наконец-то дождался внука. Какими судьбами? Здорово. Дедуля. Почему? Не позвонил, не предупредил. Так спонтанно вышло. А. С мамой поссорился и... Ну, понятно. Можно у тебя немного пожить? Да хоть всю жизнь. А как учеба? Отстанешь, не догонишь. С учебой нормально все. Да? Да, у нас каникулы между сессиями. О, так вообще здорово. Ну, чего, с дороги проголодался. Пойдем. Пойдем. Дед. Я тебя попросить хочу. Если мама будет звонить, ты не говори, что у тебя. Окей? Вот этим ножом был убит Роман Тищенко. А вот еще один нож. Такой же. Посмотрите на эти ножи. Они идентичны, не правда ли? Ну, да. Вы узнаете этот нож? Нет. Это нож из стейк-бара ночного клуба «Долина», где вы провели несколько часов накануне убийства Романа Тищенко вместе со своим другом Денисом Востриковым. Вы видели там такие ножи? Может быть, я не помню. Мне было очень плохо в той ночь. Евгения, вы понимаете, что улики свидетельствуют против вас? Я протестую. Вы оказываете психологическое давление на мою подзащитную. Давайте рассуждать логически. Вряд ли человек, замысливший убийство, стал бы совершать его с помощью ножа из клуба, в котором может его опознать, ну, как минимум, человек десять. Если мы говорим о хладнокровном расчетливом убийстве, то, да, я согласен, вряд ли. А вот если это убийство было совершено на эмоциях, то это вполне рабочий вариант. Позвольте и тут с вами согласиться. Дело в том, что действие эмоций краткосрочное. Состояние эффекта длится две, ну, а силы три минуты. А если мне не изменяет память от клуба до места убийства минут сорок, значит, у моей подзащитной был трезвый расчет. Но в таком случае, если она все заранее просчитала, то я повторюсь, она не стала бы так себя подставлять, используя нож, который в любой момент может ее выдать. По-моему, это очевидно. Так что не будем притягивать факты за уши. Не будем? Еще. Я надеюсь, что конфликт с матерью моей подзащитной не повлияет на вашу объективность, господин следователь. Ни в коем случае. Алло. Узнал? Здравствуйте, Виктор Родионович. Защищаешь Сотникову-младшую? Ну да. Дело простое, все как на ладони. Предумышленное убийство, но в крайнем случае в состоянии аффекта. Нет смысла искать подробности в том, что к делу не относятся. Ты все понял? Подождите, но я же... Ты все понял, Жора? Да, Виктор Родионович. Я понял. Жора, ну, как прошел допрос? Ну, давай лучше. Скажи, а ты знала, что нож, которым было совершено убийство, из Тейбара клуба «Долина», да, тому самого бара, в котором Женя провела несколько часов непосредственно перед убийством. Даже так? Жора... Положи ее отпечатки пальцев. Жора! Что Жора? Придется проработать версию о состоянии аффекта. Хотя... Хотя это будет непросто. Жора, ты сейчас серьезно? Какое состояние аффекта? Ты же верил в ее невиновность. Что случилось? Улики, Аня. Неопровержимые улики. Груза жертвы. Нож. Отпечатки. Так разберись во всем этом. Это же явно, что кто-то очень хорошо все продумал. Надо копнуть глубже. Послушай, Аня. Не надо на меня давить. Я сделаю все, что смогу сделать. Теперь извини, мне нужно ехать. Еще раз извини. Жора. А что у нас с личиком? Где эти 32 коралла? Натянула улыбку и пошла. Я тебе за нее, кстати, плачу. Все 12 часов. Улыбаемся. Извините. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Я Анна. Я помню, помню вас. Да? Да. Я, конечно, уже дома не жил. Вы меня не могли видеть. Но я вас видел с Романом. Как вы крутили в студенческие годы свои швуры-муры. Пару раз видел. Чем обязан, прошу? Я как раз по поводу Романа. Вы что, не знаете, что с ним случилось? Знаю. Я мать Евгении Сотниковой. Той самой девушке, которую обвиняют в убийстве. Мама Жени. Да? И что? Что от меня нужно? Борис. Женя не убивала Романа. Ее подставили. Я хочу знать, кто это сделал и почему. Я полагаю, кто-то хотел убрать вашего брата, а Женя удачно подвернулась под руку. Удачно. Ага. Скажите, может быть, у него были враги? Удачно подвернулась. Слушай, Аня, а не послать бы мне тебя сейчас куда подальше? Или еще лучше, знаешь, в полицию вызвать? Враги были. Что Боря? Что Боря? Следователь, он меня уже вызвал к себе. Как свидетеля на дачу показаний. Вот я ему и дам показания, что ты оказывала на меня давление. Все, если еще раз здесь увижу тебя, сразу вызову полицию. Свободно. А я занят, у меня работа. Что такое? Дед, что ты ищешь? Которые, да? Крючки. Купил подвесные тройнички. Куда сунул? А ты ж, что ты кого-то ограбил? Нет, дед, ты чего? Да, откуда такие деньги? А это ее мама взял. Компенсация за моральный ущерб. Это я серьезно спрашиваю. Так и я тебе серьезно говорю, дед. Знаешь, сколько раз она меня на улицу выставляла из-за мужиков своих? Ну, вот я и подумал, у нее денег достаточно. Богатые мужики обеспечивают. Тем более, это не такие уж и большие деньги. В столице это вообще копейки. Да, расслабься, дед. Завтра на рыбалочку махнем, да? Ой, оторвемся. Ну, давай в магазин схожу. Что-нибудь вкусненького возьму. Да, давай. Есть сейчас. Скажите, ваш бизнес изначально был общим с братом? Нет. Роман его сам создал, потом позвал меня. И вы стали равноправными владельцами. Да. Подождите. Вы на что намекаете? Что это я убил брата из-за бизнеса? Нет, нет, я ни на что не намекаю. Просто мотив стать единоличным владельцем гостиничного и ресторанного комплекса это вполне себе мотив. Это не мотив. Нет никакого мотива. Во-первых, у меня есть алиби. Я был дома с женой и сыном. Во-вторых, как вы выражаетесь, наш гостинично-ресторанный бизнес давно прогорел. В долгах, как в шелках. Если я его продам, все равно останутся одни убытки. Мотив. А с кем вы разговаривали в тот вечер? Не понял вопрос. Я о звонке, ради которого вы вышли к бассейну, а потом сообщили Роману, что звонил ваш сын. Ну, сын и звонил, и что? Вы разговариваете с вашим сыном на вы? Дело в том, что этот разговор скорее напоминал шантаж. Звонил не сам сын. Звонили по делу сына. Как вы выразились, да. Звонил шантажист. Угрожал мне. Говорил, что если я не заплачу, то он отчислит сына из института. Есть за что отчислять? Да, есть. Представляете, есть. Дети, они такие. Да, мой Стас не ангел. Но вытворял за все это время. Но вообще, какое это отношение имеет к делу? Я его послал, и все шантажисты это. А почему вы Роману не сказали правдную? Потому что Роман меня достал своими нравоучениями. Постоянно говорил, забери у Стаса банковскую карточку, что ты его балуешь. Все строил из себя старшего брата. В нашей семье старший я. А шантажисту он больше не объявлялся? Нет, не объявлялся. Да, я еще раз прошу, какое это отношение имеет к делу? Вы лучше займитесь старшей Сотниковой, которая ходит по городу и давит на свидетелей. А что, Сотникова к вам приходила? Да, представьте, приходила. Пыталась убедить, что ее дочь не убийца. А, представьте, а жертва. Вот вы ей сперва займитесь, а потом уже самыми близкими людьми. Надежда, это я. кто я? Твой бывший свекр. Не узнала? Нет, не узнала. Богатым будете. Да уж. Я что звоню? У вас там с Денисом все нормально? Он что-то мне давно не звонил? Ясно. Значит, этот засранец у вас. Да что-то он у меня. Нет его у меня. А что случилось? Он пропал, что ли? Значит так, хватит делать из меня дуру. Если Денис у вас, то передайте ему, что его ищет полиция. Полиция? Да, именно полиция. Он влип в какие-то неприятности, а вы его покрываете. Что за порода? Вот и сын ваш был точно таким же. Не смей порочить имя моего честного сына. Это ты угробила его, довела до инсульта здорового мужика. Если б не твой пакостный характер, он бы жил сейчас и горя не знал. Пошел вон, идиот. Сама идиотка. Слушаю. Это Надя, мать Дениса Бострикова. Секунду. Повторите, пожалуйста. Я Надежда, мать Дениса Бострикова. Я знаю, где Денис. Он моего свекры, старого маразматика. Это недалеко от Кива, всего какой-то час езды. Пишите адрес. Записываю. Село Лесное. Улица Крайняя. Дом 332. Понял, спасибо. Всего доброго. Я поеду, шеф? Да, действуй. Только возьми с собой кого-нибудь. Понял. Здравствуйте. Вы, я занят. Когда вы понадобитесь, вас вызовут. Мне нужна буквально одна минута. Пожалуйста, выслушайте меня. У вас минута. Время пошло. Нож из клуба, которому били Романа. Явное доказательство того, что Женю подставили. И сделали это при помощи Дениса Вострикова. Именно ему принадлежало решение поехать в клуб. Ему, а не ей. Понимаете? У вас все. Я, конечно, понимаю, что этот нож для вас подарок судьбы. Любой бы следователь обрадовался. Можно со спокойной душой закрывать дело. Но мне кажется, это как-то по-дилетански полагаться на такой очевидный ход. По-дилетански? Вы хотите, я вам скажу, что такое по-дилетански? Это вести параллельное расследование, встречаться со свидетелем и на них давить. Если вы еще раз вмешаетесь в мое дело, я приложу все свои усилия для того, чтобы вас лишили адвокатской лицензии. Я клянусь вам. Да забудьте вы о том, что я адвокат. Подумайте, какие чувства может испытывать мать, единственная дочь, которая может безвинно сесть за решетку. Вы серьезно? Нет, ну мне просто интересно, вы серьезно? Когда речь шла о моем сыне, вы совершенно спокойно подтасовывали факты и вообще не думали о том, что может чувствовать отец. Я не подтасовывала факты. Я оперировала данными медэкспертизы. Которую вы вместе с моей женой и состряпали. Все, хватит. Я не хочу об этом говорить. Вообще. Что касается вашей дочери, я вам обещаю, что я буду вести дело строго в соответствии с законом. Это все. Дед! Смотри, что я нам на рыбалку купил. Тут и мясной рулетик, и огурчики, и батон свежий. Аж хрустел. А ну-ка, иди сюда. Что? Поставь пакет, сядь. И что случилось? И что случилось? Мать сказала, что деньги тебе не давала. Откуда у тебя столько долларов? Заработал. Не ври! Мы с тобой никогда друг друга не обманывали. Ну да. Правильно. И надо было начинать. Зачем ты маме звонил? Я ж просил, ничего ей не говорили. Она сказала, что тебя разыскивает полиция. И ты сказал, что я здесь? Она сама поняла. Ага. Хорошо. А ну-ка, стой! Ты не уйдешь, пока не расскажешь мне, во что ты влип! Значит так, первый удар был нанесен в спину. Рост убийцы примерно метр семьдесят, ну плюс-минус. Удар был не смертелен. После того, как жертва обернулась, было нанесено четыре удара. Один попал в сонную артерию. Это мог быть мужчина? Не исключено. Сила удара средняя. Я хочу увидеть ее одежду. А? Ты хочешь убедиться, что пятна крови на ней соответствуют характеру ранения на жертве? Именно. Это невозможно. Ну, ты же видишь, здесь все размазано. Скорее всего, после убийства она его обнимала. А тебе не кажется, что вот здесь, 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 здесь чего-то не хватает? Дед, где рюкзак? Не отдам, пока не скажешь, что ты натворил. Я ничего не сделал. Тогда почему тебя ищет полиция? Я потом тебе все расскажу. Отдай мне рюкзак. Отдам, когда расскажешь. Эти деньги дали мне за одно очень важное дело, которое я мог сделать только я. Говори конкретно, какое дело? Это вообще не важно, меня чуть не убили. доигрался. Доигрался. Остриков, стой! Не наматывай себе срок, придурок! упустили. Свети, кто там еще? здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я согласен с вами. Кто-то действительно пытается подставить вашу дочь. Что у вас происходит? Кран на кухне. Ну вроде все. Течь больше не должен. Спасибо огромное. Сейчас держите. А можно водички? Конечно. расскажите, пожалуйста, так вы что-то узнали? Есть какие-то новости? Да много разных мелочей. Пожалуйста. Спасибо. Ну, например, одежда. Она вся была в крови, но на участках свободных от крови обычно еще должны быть следы мелких мелких брызг. Хотя бы немного. А их нет. Вообще. Второе. Анонимный звонок. Вот, предположим, человек слышит крики, решает позвонить в полицию, но по каким-то причинам не хочет себя афишировать. Какова вероятность того, что у него так очень кстати, для этого окажется телефонный номер, купленный где-то в переходе, по которому его нельзя идентифицировать. очень низкий процент вероятности. Согласен. Если бы это был случайный свидетель, который по каким-то причинам хочет скрыть свою личность, ну тогда ему проще вообще не звонить в полицию, чем звонить анонимно и при этом бояться, что его вычислят. Но он позвонил. Зачем? Значит, звонок нужен был ему самому? Именно. А нужен он был ему для того, чтобы полиция по приезде обнаружила на месте преступления вашу дочь. Ну и третье. В доме у Романа Тищенко автоматически захлопывающаяся входная дверь. На момент приезда полиции она была подперта ограничителем деревянным. Как будто специально для того, чтобы Женя беспрепятственно могла войти в дом с уже убитым Романом. Если бы Женя была убийцей, тогда Роман открыл бы и сам, и дверь бы захлопнулась. Верно? Но она была подперта. И это несмотря на то, что свидетели давали показания о том, что в доме у Романа всегда было свежо и даже холодно. А сам он очень любил тепло и даже растапливал камеры. Скажите, а вот этого всего будет достаточно, чтобы Женю оправдали? Нет. Не так быстро. Убийца очень хитер. Он понимает, что дверь, звонок, одежда это все мелочи по сравнению с главными доказательствами вины Жени. А именно, ее взяли на место преступления. Это первое. И второе. Орудие убийства. Потому что нож из ночного клуба в дом могла принести только она. Но я очень люблю мелочи. Поэтому я буду искать настоящего убийцу. И вы мне в этом должны помочь. Да, конечно. А что я должна делать? Анна, расскажите мне, кто мог желать зла Жени? Я таких людей не знаю. Я думаю, Женя тоже. Ну, тогда версия номер два. Мишенью убийцы был непосредственно на роман Тищенко. Женю же он просто использовал, чтобы отвести от себя подозрения. Скажите, а что вы знаете о романе? Женя говорила, что в юности вы были с ним близки. Это так? Была. Очень давно. спасибо. Привет. Привет. Извини, задержался в пробке. Ну, что, Женя, нам нужно с тобой выработать линию защиты. Да, хорошо. Давай-ка с тобой рассмотрим версию о состоянии эффекта. Зачем? Ну, понимаешь, шансы доказать твою невиновность, мягко говоря, снимется к нулю. Но я же не убивала. Жень, тебя взяли на месте преступления с обкровавленным ножом в руке. Ножом из того самого клуба, в котором ты провела несколько часов непосредственно перед убийством. Поверь, таких доказательств для суда будет более, чем достаточно. Стоп. А как же логика и здравый смысл? Ну, вы же сами говорили, что будь я убийцей, я бы не взяла с собой нож туда, где меня могут опознать десятки свидетелей. да, я говорил, да, я говорил, я не говорил, я имел в виду, что будь ты хладнокровным убийцей. Но ты ведь не планировала убийство заранее, правда? Ну, конечно, нет, я не планировала и не совершала его, и вы обещали мне помочь доказать это. Я сейчас не понимаю, почему вы так резко изменили свою позицию. Потому что, потому что я, Женя, как раз руководствуюсь логикой и здравым смыслом, нам, скорее всего, не удастся доказать твою невиновность. Я обещаю, Жень, я сделаю все возможное, чтобы смягчить наказание. Но я же не убивала, меня же подставили, дядя Жора. Я был бы счастлив, если бы это оказалось правдой, но пока, насколько я знаю, следствие не не располагает информации о спланированной против тебя акции. Вы сами верите в мою невиновность, дядя Жора? К сожалению, сейчас Жене это не имеет никакого значения. Вы знаете, я не думаю, что ваша общая с Тищенко прошлое может иметь отношение к его убийству. Скорее всего, он действительно познакомился с Женей и влюбил ее в себя только для того, чтобы досадить вам. А убийца свел с ним счеты и просто прикрылся Женей. А что вы собираетесь делать? Буду отрабатывать эту версию. Опрошу всех в окружении Романа. Узнаю, у кого был мотив ему мстить. А вы в курсе, что в гостиничном ресторанном комплексе Романа и Бориса работает ночной бордель? Нет. Откуда информация? Марина узнала, чтобы помочь мне прижать Романа. И даже в полиции об этом знали. И было заведено уголовное дело, но его закрыли, потому что было недостаточно доказательств. Хорошо, я узнаю. Так вот, я думаю, может быть, в этом борделе произошло что-то страшное. И потерпевшая, скорее всего, женщина, так отомстила Роману за это. Но моя Женя просто подвернулась под руку, и она подставила ее. Может быть, такое? Может. Вполне. Я хочу вам помочь. Поручите мне что-нибудь. Я не могу, Анна. Я не имею права. Вы же знаете закон. К тому же, это может быть опасно. Ну и что? Если вы выйдете на след убийцы, вы можете стать его новой жертвой. Я этого не хочу. До свидания. Не знаю, Мария. Я, может быть, не права, не могу вот так сидеть и бездействовать. Ты права. Я тоже бы так не смогла. Слушай, поможешь мне? Конечно, я же тебе обещала. Я уверена, что это убийство как-то связано с борделем. Там что-то произошло, и персонал явно в курсе. Казач, смотри. Мне нужно, чтобы ты там провела пару дней. Ну, потрись там, послушай разговоры. С девочкой, с администратором поговори. Она такая, достаточно контактная. Денег дай, кому надо, за информацию. Ты не переживай, я все оплачу. Я бы и сама это сделала, но Борис знает меня в лицо. Хорошо. Я, конечно, сделаю все, что смогу. Отлично. А я пока начну следить за Борисом. Есть у меня ощущение, что он причастен к смерти брата. Рано или поздно проколется. Анастасия Марковна. Ой, кто пришел? Привет, Настя. Сто лет тебя не видела. Слушай, знаю, знаю про твою историю с женой и ни одному слову ее не верю. Спасибо, Настя. Хорошо, что тебя восстановили. У нас бы ни одного следака приличного не осталось. Слышала, тебе дали дело Сотниковой. Слушай, ну это ужас. Я же ее знала, Женьку. Еще подростка манюю ее приводила. Я в суде тогда работала. Такая хорошая девчонка была. Вот кто мог подумать. Я вот... Ты меня... Извини, я тороплюсь очень. Помощь твою нужна. Да ты мне извини. Да я тебя слушаю. Год назад было открыто дело по борделю на базе фитнес-клуба, принадлежащего братьям Тищенко, Борису и Роману. Помню такое. Так его как открыли, так и закрыли. А оно имеет отношение к убийству? Может быть. Мне бы посмотреть на него. Подожди сейчас. Слушай, а я вот что-то не вижу. Вы реально нет. А куда оно могло? А главное, кто его мог вынести? Я же его в архив не пускаю. Спасибо, Настя. Я же все контролирую. Что за черт? Доброе утро, шеф. Ты уверен, что оно доброе? Шеф, я знаю, что налажал. Но этот Денис как сквозь землю провалился. Он в лесу там все лазейки знает. Нырнул куда-то и все. Ладно, я тебя не виню. Спасибо. Что это такое? Рюкзак Вострикова. А в нем, внимание. Та-дам! Дед сначала хотел спрятать, но потом одумался и отдал. И дед не знал, откуда эти деньги? Нет. Купюра абсолютно новая, без банковских меток. Так что идентифицировать откуда они не получится. Получается, Востриков соучастник? То есть вы хотите сказать, что он взял деньги у убийцы за услугу? Очень похоже на то. Ась! Ась! Ась, ты... Где ты был? Да уезжал. Ты Женьку видела? Ты вообще ничего не знаешь? Что? Женя в полиции. Ее подозревают в убийстве Романа. И полиция приходила к нам в универ. И тебя разыскивали, между прочим. И меня сегодня вызывают к следователю. А Илюха где? Я не знаю, где Илюха. А дай ему наберу. Со своего набери. У меня батарейка села. Дай, пожалуйста. Да. Дэн. М? Что ты сделал? Ничего. Дэн! Я ничего не сделал. Все нормально. Алло, да, Илюха? А ты где? А можно я к тебе приеду? Да, сейчас. Окей. Спасибо. Давай. Спасибо. Что ты знаешь об убийстве? Я ничего не знаю, Ась. Да? А что ты так странно себя ведешь? Как только я тебе сказала про убийство, ты сразу поменялся. Я тебе говорю, я ничего не знаю. Хорошо, вызывай полицию. Что? Ась, я тебе клянусь. Я вот про убийство только что от тебя узнал. Да. Пожалуйста, не говори, что мы с тобой виделись. Почему? Просто не говори. Пожалуйста. Да. Заходи. Только давай по-быстрому. У меня через полчаса совещание. Что у тебя? Иван Петрович, открылись новые детали в деле Сотниковой. Какие именно? Характер пятен крови на одежде подозреваемой. Деревянный ограничитель под дверью в дом убитого. Анонимный звонок в полицию. В общем, во всем этом есть нестыковки, которые указывают на то, что Сотникову пытаются подставить. Я сейчас прорабатываю все версии. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Ее нашли на трупе с ножом в руке. Она вся была в крови жертвой. И нож этот в дом тоже принесла она. Или кто, по-твоему, принес нож? Тот, кто убил Романа Тищенко. Ох, Андрей. Слушай, ты мне как сын, поэтому бить я тебе тоже буду как родного. Я не знаю, из какого перепугу ты вдруг заделался адвокатом подозреваемой, но вот, что я тебе скажу. Если за неделю ты не найдешь своего так называемого настоящего убийцу, или не получишь признание от Сотникова, и не закроешь дело, и не передашь его в суд, пиши рапорт. Иван Петрович, тут еще один нюанс. Это убийство может быть как-то связано с нелегальной деятельностью братьев Тищенко и их ночным борделем. Я узнал, что год назад по нему было открыто и тут же закрыто уголовное дело. А сейчас оно пропало из архива. А вот в это нос вообще не суй. Почему? Потому что этим борделем пользовались серьезные люди. Я прав? Несуй нос, это значит не задавай подобные вопросы. Свободен. Есть. Вот так значит. Значит, в тот день вы виделись с Женей только в университете? Да. Она хотела остаться ночевать у Романа и попросила меня прикрыть ее, если вдруг мама будет звонить. А с Денисом Востриковым когда вы виделись в последний раз? Тогда же. А он еще такую штуку смешную отмочил. Выложил фотографию обработанную, где он типа с Женей обнимается. Зачем? Не знаю. Ну, он просто дико в нее влюблен. Наверное, похвастаться хотел всем. А наша модель. Ну, а он так себе парнишка. И после этого вы его не видели? Нет. Ася, вы понимаете, что Денис замешан в убийстве? Если вы его сейчас прикрываете, то это будет расцениваться как соучастие. Давайте мы сделаем вид, что я задаю этот вопрос впервые. Когда вы видели Дениса Вострикова в последний раз? КОНЕЦ Да, Марин, что? Привет, Анют. Привет. Ну, смотри, я провела два дня у них в клубе, в общем, никто ничего не знает. Я уже ей деньги-уборщица предлагала и той администраторше, что ты говорила, но или действительно никто ничего не знает, или просто морозится. Понятно. Как у тебя? Много всего. Давай потом, Марин, хорошо? Да. Спасибо тебе. Конечно. Пока. Продолжение следует. Кофе с молоком, пожалуйста. Это Фролов Виктор Родионович, чиновник главного полицейского управления, кстати, очень влиятельный чиновник. Получается, Борис работает на полицию? Или Фролов его ночной клиент. Слушай, вызови мне на повторный допрос Бориса Тищенко. Угу. И это, еще. Узнай, пожалуйста, кому сегодня звонила Валентина Асташко, в котором часу она звонила? Около двенадцати. Около двенадцати часов. Да, хорошо, жду. Анна, я так понимаю, что просить вас не заниматься этим делом бесполезно, так что я хочу у вас попросить впредь все свои планы согласовывать со мной. Договорились. Спасибо. Да. Номер, на который звонила Валентина, принадлежит Тамаре Голиковой. Это любовница Романа. Угу. Обеих ко мне на повторный допрос. Спасибо. А может быть, что они все трое замешаны в убийстве Романа? Может быть. Ну? Шеф Дениса взяли. Отлично. Здрасьте. Здрасьте. А можно я его послушаю? Очень хочу присутствовать на допросе. Обещаю не мешать. Клянусь, я ничего не знал. Мне позвонил человек, сказал, что Жене грозит опасность. Что когда она выйдет из дома Романа, нужно не дать уехать домой, а отвезти сразу в ночной клуб. В долину. Звонивший представился? Это был мужчина? Думаю, да. Хотя голос был сильно изменен каким-то аппаратом, таким металлическим. И вы не спросили его, какая именно опасность угрожает Жене? Нет. Почему? Ну, этот человек пообещал, что заплатит мне три тысячи баксов, если я не буду задавать лишних вопросов. Что было дальше? Ну, я сделал все, как договаривались. Дождался, когда она выйдет от Ромы и отвез сразу в клуб. Ну, она-то домой не сильно-то и рвалась. Она, я так понял, с мамой поссорилась. Ну, а потом все, Дорога повторяла, мама была права, мама была права. Так, дальше. Мы приехали в клуб, и я купил себе стейк. Так, а Женя, она тоже ела стейк? Нет. Она была не голодна. Она пила джин-тоник. А потом ей пришло сообщение, и она вызвала такси. Ну, кстати, так было оговорено. Когда придет смс, пускай едет. А она сказала, кто прислал ей смс? Нет. Она не говорила. Но она оживилась как-то. Обрадовалась, что ли. Женя брала с собой нож из стейк-бара? Нет. Зачем? А что? Рома был убит ножом из бара? Что дальше было? Я... Я подождал час после того, как Женя уедет и пошел в туалет и забрал деньги, спрятанные за бочком. Так. А что происходит? Почему у нас здесь присутствуют посторонние? Мое присутствие на допросе продиктовано интересами следствия. А, ну, понятно. Какими интересами оно продиктовано. Значит так. Я вас предупреждаю, что сегодня же об этом будет должное руководство. Угу. Развели тут бардак. Угу. Почему вы убежали от полиции? Так а откуда я знал, что это полиция? Меня вообще-то убить хотели. Кто? Когда? Ну, эта машина, она резко выехала из поворота и поехала прямо на меня. Водителя вы сумели разглядеть? Нет. Было еще темно. И к тому же машина меня слепила фарами. Хотя машина, по-моему, была синего цвета. Такого темного синего. Я заметил, когда она под фонарями проезжала. Синяя? Да. Точно. Да. Синяя машина. Женя говорила, что видела именно такое около дома Романа. Ну, синих машин много. Ну, это же не совпадение. Я уверена. Ну, ладно. Допустим, это одна и та же машина. Убийца. Возможно. Тогда что у нас получается? Смотри. Преступник эсэмэской вызывает Женю к Роману, воспользовавшись его телефоном. Затем он убивает Романа ножом, который был украден в ночном клубе. Потом он возвращается к себе в машину и, убедившись, что Женя приехал, вызывает полицию. Все сходится. А затем он опять отправляется в ночной клуб. Правильно. К тому времени Денис уже забрал деньги, выждав час. Примерно столько убийце понадобилось, чтобы добраться до клуба. Затем он направляется за Денисом, чтобы его убить. Убрать, как свидетеля. Ну, и забрать деньги, конечно. Но наезд не получается, так как Денису удается скрыться. Ну. Стройная же версия. Стройная, но очень сложная. Если бы кто-то хотел устранить Романа, то я думаю, что он не стал бы городить для этого весь этот огород, а просто нанял бы киллера. Мстить Жене, как выясняется, у нее нет для этого серьезных врагов. У вас уже променад, да? Совсем нюх потерял? Слушай. Не надо, Андрей. Не реагируй, не правдается. Кто теперь? Тамара, Валентина? Борис. Хотите поприсутствовать? Хотела бы. Но лучше я подожду вас в кафе. Боюсь, этот Гришко настучит, и у вас могут быть неприятности. А я этого не хочу. Да? Разрешите, товарищ полковник? Войдите. Только что следователь Левченко в очередной раз нарушил закон. Как вы думаете, кто только что присутствовал на допросе свидетеля по делу об убийстве Романа Тищенко? Это... Что это за звонки такие? Что я вам, как мальчик, должен бегать туда-сюда? Присядьте. Что это? Не что, а кто? Это вы. А рядом с вами Фролов Виктор Родионович. Вы что, за мной следили? Не за вами. За Фроловым. И не мы, а отдел внутренних расследований. По нему ведется следствие. И я думаю, он сам за себя ответит. Но, боюсь, сделает козлом отпущение вас. Так что, мне хотелось бы услышать вашу историю. Так сказать, из первых уст. Скажите, Виктор Фролов был клиентом вашего ночного заведения? Фролов просто несколько раз снимал у нас сауну. Ну, а дальше сами понимаете. Нет, не понимаю. он там развлекался с девушками. Ну, и что произошло в сауне? Да ничего не произошло. У них все время было все по обоюдной договоренности. Просто Фролов женат и занимает такой пост. Сами понимаете, почему. зачем вы с ним встречались? Я передал ему номер карты, куда я сбросил деньги. Какие деньги? В общем, вечер убийства моего брата. Романа, мне действительно позвонили. Я отошел к бассейну. Звонил шантажист. Но не по поводу моего сына, а по поводу видеозаписей. Из нашей сауны. Требовал деньги. Я его послал куда подальше. А он сказал мне, что если передаст журналистам эти видеозаписи, то мои же клиенты меня сами и закопают. и что мне оставалось делать? Я перевел деньги. Позвонил Фролову, все объяснил. Он сказал, чтобы я номер карты передал, и он вычислит этого урода. Почему вы не рассказали роману о шантажисте? Просто где-то полгода назад Фролов помог нам закрыть одно дело, которое открыли на нас. После этого Роман сказал, что все, мы заканчиваем сауны с этими почасовыми совсем, потому что прибыли копеечные, а проблемы большие. Вот. А потом через 10 дней позвонил он. Кто? Он. Фролов. Позвонил и потребовал опять ему предоставить сауну со спецобслуживанием. Вот. Я знал, что роман будет против на сто процентов. Поэтому без его согласия взял ключи и передал Фролову. Ну и договорился, чтобы там все организовали. А потом у меня срослось все. Кто на этих видеозаписях у шантажиста? Что там Фролов? Фролову. Скажите, звонивший, я имею в виду шантажиста, был мужчиной? Нет. Там непонятно. Он был какой-то переделанный, какой-то зашифрованный. Металлический? Да. Да, да. Металлический такой. Какого хрена ты опять суешь свой нос, куда не просят? Тебе дали дело об убийстве? Им и занимайся. А Фроловым будут заниматься кому надо будут заниматься? Вы-то сами в это верите? Не твое дело. Еще раз полезешь уволю по статье за превышение служебных полномочий. Свободен. есть хорошие новости? Есть плохие. А в общем вся эта история с ночным борделем не имеет никакого отношения к убийству Романа. Мотивы в другом. Поймем их найдем преступника. Есть варианты? К сожалению да. Почему к сожалению? Дело в том, что у Бориса, Томара и прочих и прочих друзей Романа стопроцентное алиби. Мстить Жене тоже некому. Напрашивается вывод. Вся эта сложная многоходовочка рассчитана на одного конкретного человека. На вас. Убийца все просчитал. Даже то, что Женю скорее всего побыстрее постараются посадить, так как делу причастен влиятельный Фролов. Но цель убийцы не посадить вашу дочь, а раздавить вас морально. Заставить вас чувствовать себя беспомощно. Анна. Анна, послушайте меня. Я считаю, что убийцу надо искать среди ваших врагов. Вы не представляете, какое количество бывших мужей моих клиенток мечтают со мной поквитаться. Ну, придется поднять архивы, все ваши дела. На это уйдет куча времени. Других вариантов лично я все равно не вижу. Я подключу Алика. Кстати, если ваша Марина сможет помочь, будет очень неплохо. Я ее попрошу. И часть дела у меня в компьютере дома. Я хочу вас кое о чем попросить. Быть как можно более осторожной. Этот псих опасен явно. Я, кстати, могу вас проводить. Да, я на машине. Я с удовольствием прокачусь перед сном с вами. Если вы не против. Хорошо. спасибо вам, что помогаете мне. Да, не за что. И еще раз спасибо, что проводили. А вы закрывали дверь? Конечно. держите. Анна, руками здесь ничего не трогайте. Хорошо. 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 В доме чисто. Никого. А это что значит? это акция запугивания. Этому психопату мало страданий из-за вашей дочери. Вот он и пытается вас запугать. Скажите, у вас нету случайно перчаток и пакетика? А, да, сейчас. Хотя, я, конечно, сомневаюсь, что здесь есть пальцы на этом стекле. вот посмотрите, может быть, что-то из этого вам подойдет. Одну перчатку. Одна. Хорошо. Андрей, скажите, могу я попросить вас остаться? Вы знаете, Анна, после этого, даже если бы вы меня выгоняли, я бы все равно не ушел. Может быть, тогда ужин? Могу сделать легкий салат с тунцом, например. Это совсем не обязательно. Стейк у меня есть замороженный. Могу разморозить, пожар. Стейк? Да. Стейк, это хорошо. Хорошо. Значит, стейк. Такая хрупкая жизнь. Всего несколько дней назад чувствовала себя спокойно и уверенно. А сейчас земля уходит из-под ног. Я вас понимаю. Точно такой же страх я испытала несколько лет назад, когда разводилась с Гордеевым. Я тогда чуть не лишилась Женьки. А в каком смысле? Гордеев не хотел давать мне развод. Пытался удержать любым способом. Пытался доказать, что я без него ничто. А я действительно тогда не закончила еще институт без образования, без денег, с ребенком на руках. Я тогда была в отчаянии, он мне изменил. Я пыталась его простить, не смогла. Мы развелись и он пытался забрать у меня ребенка. А каким образом? Вы знаете, Женька у меня всегда девчонка такой росла, ну, достаточно своенравной. Не признавала авторитетов и могла так просто пойти куда-то прогуляться, ничего не сказав. И вот однажды на площадке на детской, я ее просто потеряла. Одна секунда, я отвернулась, раз, все, нет ребенка. Где? Туда, сюда. Оказалось потом, что она пошла за какими-то детками, за старшими, и ушла на другую площадку. Ну, и там какая-то мама, видимо, поняла, что ребенок потерялся, и вызвала полицию. Вот так. А Гордеев натравил на меня органы опеки. Раздул потом целое дело из этого. Пытался доказать, какая я непутевая мать. Вы знаете, никто не мог мне помочь. Когда узнавали, что за дело берется Гордеев, все отказывались. Пришлось делать все самой. Ну, теперь мне понятно, почему вы стали заниматься разводами. Вы знаете, каждый раз я как будто мстила Олегу. Мне казалось, что правда на моей стороне. Ну, или почти вся правда. По крайней мере, ее хватало для того, чтобы раздавить оппонента. Ну, давить-то вы умеете. Этого у вас не отнять. Андреева, извините меня, пожалуйста. Я тогда вообще не понимала, что Вероника меня обманывает. Пьянство, угрозы, побои. она убедила меня, что вы подонок, издевающийся над своей семьей. Ну да, ну да. Он еще не заварился. Вот так вот, можно чуть-чуть. Вы знаете, Анна, мне в этой ситуации больше всего Сеньку жалко. Он ведь точно такой же, как я, неуверенный в себе и ужасно ранимый. Я, когда был пацаном, я был очень хилым и слабым. Да, и все меня били. Ну, и как водится, связался не с той компанией. они воровали, а я у них на Атасе стоял. Ну, меня и поймали. Слава Богу, попался правильный опер, которому было не все равно, почему пацан вы не искатиться. Теперь он, мой шеф, колюжный, Иван Петрович, сделал из меня человека. Я еще, когда был подростком, решил для себя, что если у меня будет ребенок, он никогда не останется без отца. Я сделаю все, все для того, чтобы всегда быть рядом с ним. Ну, жизнь есть жизнь. Иван Петрович, Ну, сейчас вы видитесь с Сеней? Да, да, видимся. Это капля в море. Я до развода с Вероникой учил его стрелять, драться, водить машину, в общем, всяким пацанским штукам. А потом, как снег на голову узнал о ее любовнике, ну, и напился. Сильно напился. А с утра проснулся, Вероника вся в синяках и ссадинах. Бред какой. Я не могу забыть Сенькины глаза в то утро. Я ему говорил, что я, я не трогал его маму, я никогда не тронул бы. А он? Он мне поверил. А вот Веронику это сильно взбесело. Она всегда считала, что Сенька меня любит больше ее. Упрекала меня в том, что я настраиваю его против нее, хотя зачем мне это надо? в общем, как-то так. Ну, 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 ну. Блин, ну как так не можно? Малое пиво пронеси. Малое пиво пронеси. Пиво пронеси. Пиво пронеси. Поверь ты, блин! Я. Вот это из-за тебя все! Тебе что, тяжело было сделать то, чем я тебя попросил? Санечка, Санеч, что случилось? Сеня, что ты опять натворил? Чего? Просто надо мной издевается, понимаешь? Я всего лишь попросил его принести мне пиво! Он опять смотрит на меня, как на пустое место! Сеня, скажи, пожалуйста, тебе было сложно сделать то, что папа попросил, да? Да? Он мне не папа. Да, пожалуйста, вот! Мне достаточно. Пойдем! Мое терпение лопну! Посиди с поддома, чтобы вы не поверили! Пиво мне кто-нибудь принесет? Да, занесу. Держи. Чего ты? Андрей, мне кажется, я найду возможность и добьюсь пересмотра вашего дела. Несправедливость будет восстановлена. Вы думаете, это возможно? Правда? Я помогла Веронике отобрать у вас сына, и я его вам и верну. Нам нельзя. Пока преступник не найден, вас могут обвинить в личной заинтересованности. Я понимаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры делал DimaTorzok Ещё нести? О, нет. Пока хватит. Спасибо, Настя. Так, девушки, вам удачи. С удовольствием помогла бы, но сама плана работы. Понятно. Мне может мстить любой из мужей моих клиентов. Здесь их несколько десятков. Почему именно такая месть? Можно же было просто устроить покушение, например. Зачем втянул во всё это Женю? Ведь хотел же что-то этим сказать. Слушай, может быть есть какой-то аналогичный случай? Не припомню, чтобы при разводе очень сильно пострадала чья-либо дочь. Да и вообще, в принципе, на моей памяти. Не помню, чтобы муж какой-то из моих клиентов так уж сильно переживал. В расставании со своим ребёнком. Хотя... Один всё-таки есть. Но нет, этого не может быть. Чего не может быть? Андрей очень сильно переживает за расставание с сыном, но он, конечно, не такой. Анюта, почему он не такой? Он такой же обиженный, как и многие из этих десятков людей. Да нет, нет, нет. Это не про него. Ладно, давай работать. Ты в него влюблена? Тихо! Ты влюблена? Тихо! 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 Да, я взяла флешку с видеозаписью из сауны. Мне Тамара о ней рассказала. Правда, она не знала, где Роман Игоревич хранит её. А я во время уборки разыскала. Вот, нашла. На этой флешке было много состоятельных мужиков. Рома как-то перебрал и похвастался. Потом понял, что проговорился и замял разговор. А я запомнила. Само искать было нереально, потому что он постоянно торчал рядом. Поэтому я подключила Валю. Пообещала ей половину того, что получим от шантажа. Тамара, это вы шантажировали Бориса в тот день? Нет. Чем? У нас тогда ещё не было никакого компромата. Вся эта история с девчонкой. Она мне сразу не понравилась. Но Роме зачем-то нужно было разыграть весь этот спектакль. Жаль. Я уже не узнаю, зачем. На телефон Романа Тищенко поступило несколько звонков с номера, которые нам не удалось идентифицировать. Вам ничего об этом не известно? Нет. Но у меня было такое ощущение, что им кто-то руководит. В день убийства во сколько вы пришли в дом к Роману? Рано утром. Мне надо было много приготовить, убрать. Он был один? Да. Да? Нет. А кто был ещё в доме? Девчонка вот эта. Женя? Да. Я, правда, уже увидела, когда она уходила. А в котором часу это была? В одиннадцать. Да, я с остановки подходила к дому, а она из дома шла к машине. Я, правда, издалека видела. А потом я зашла в дом, начала готовить, мариновать мясо, конопешки делать, тероши... Валентина, стоп. Вы уверены, что это была Евгения Сотникова? По показаниям свидетелей, она в это время была в университете. Сейчас мне кажется, что она была выше ростом, чем Женя. Угу. И она села в такси? Нет. Она была за рулём. Я в марках машин, правда, не разбираюсь, но это синее. Тёмно-синего цвета. Да, я ещё подумала, откуда у такой молодой девчонки машина? Всем привет. Андрей Владимирович сказал, что вы без меня тут не справитесь. И вот он, я, готов энергично включиться в работу. Здравствуйте. Чай, кофе. Привет. Кофе. Капучино. Настя, можно зелёный чай мне? Да, мне чёрный, пожалуйста. Можно? Да. О, дело шефа. Справка об избиении. О, ну дай-ка. Чё? Анютка, а зачем она тебе? Хочу кое-что выяснить. Алло. Нет. Она никогда даже за руль не садилась. А что? Вика, привет. Здравствуйте, Олег Викторович. Звонил клиент, который назначал встречу на два часа. Он отказался от ваших услуг. То есть, как отказался? Ну, и как ты это объяснишь? Как ты вообще додумался спать с матерью подозреваемой? Да не спал я с ней. Ничего у нас не было. Подожди, ну ты ночевал у неё? Да, ночевал. Ну? Ну, в её доме кто-то был. Кто-то разбил бутылку вина демонстративно на ковре. Пытался её запугивать. Ей было страшно, я остался у неё. Ну, я поздравляю тебя. Теперь ты можешь спать с ней совершенно официально. Можно даже переехать к ней. Потому что дело это я у тебя забираю. Пиши заявление на отпуск. Как прошла встреча? Волшебно. Клиент отказался от моих услуг. Если так дальше дело пойдёт, я останусь без работы. Так а что случилось-то? Он сказал, что у меня плохая репутация. Представляешь? Понятно. Это всё из-за твоей безумной дочери. Никогда, слышишь? Никогда не говори так о моей дочке. Слушай, Олег, ты не понимаешь, да, впоследствии? Это же как снежный ком. Отказался один, потом второй, потом третий. В твоём деле сарафонное радио просто работает на ура. Ты станешь как прокажённый. Ну, если ты такая умная. Посоветуй что-нибудь. Открестись от неё. Что? Отсуди её в глазах у общественности. Скажи, как тебе больно осознавать, что твоя родная дочь оказалась преступницей. А ещё лучше скажи, что она не родная. Что Анна тебе изменяла. Точно. И как только закончится следствие, ты тут же сдашь тест на ДНК. И тогда все-все окружающие будут тебе сочувствовать и отношение к тебе поменяется. Ты в своём уме? Ты вообще себя слышишь? Ты? Я никогда не откажусь от своей Женьки. Какой бы она ни была, она родная мне, ну пойми ты это, наконец. Это не Аня, а я. Я завёл любовницу, вместо того, чтобы воспитывать свою дочь. И я всё сделаю для того, чтобы доказать её невиновность. Ты поняла меня? Андрей, что-то случилось? Меня отстранили от этого дела. В связи с личной заинтересованностью. Кто-то снимал нас с тобой на камеру у твоего дома. А так всё нормально. Андрей, прости меня. Ты ни в чём не виновата. И это ничего не меняет. Я помогу тебе найти убийцу. Обещаю. О, вы теперь по кабине там жмётесь. Слышишь ты, я тебе сейчас бороду снесу. Андрей, я прошу тебя. Давай. С удовольствием посмотрю, как с тебя погоны полетят. Не делай этого. Слышишь? Я вообще пришёл не для того, чтобы вашими шурами-мурами любоваться. Я пришёл официально сообщить, что отныне дело об убийстве Романа Тищенко передано мне. И я, в отличие от следователя Левченко, не собираюсь покрывать убийцу, об агрессии которой публично заявил даже родной отец. Что? Где заявил? На радио. В эфире. Любопытно? Пожалуйста. Её бросил одноклассник. Какая-то первая любовь. Женя застокла его целующимся с подружкой. Так вот, тогда она устроила разгром в комнате, разбила компьютер, телефон, швыряла в стену всё, что попадало под руку. Это была настоящая ярость. Думаю, если бы одноклассник оказался тогда рядом, она бы убила его. Это не интервью, кто-то записал наш с ним разговор. А может, он сам и записал. Я смотрю, у вас ещё та семейка. Гордеев, ты больной? Ты с ума сошёл? Зачем ты выложил наш с тобой разговор в сеть? Я о том, что теперь с твоей лёгкой подачи она неадекватная психопатка, способная на убийство. Какой же ты Гордеев. Какой же ты говнюк. Да я… Ты чего, Аюш? Очень интересно. Кто-то записал наш с Аней разговор о Жене и выложил его в сеть. Кто мог это сделать? Она и выложила. Кто же ещё? Она тебя ненавидит и хочет в глазах общественности сделать тебя монстром. Это она только что звонила. Она в бешенстве случившегося. Ну, значит, соврала, хотела себя оправдать. Да нет, ну чушь какая-то. Ну, она не могла этого сделать. Она не такой человек. Надо срочно дать опровержение. Интересно, как ты собираешься дать опровержение своим собственным же словам, а? Что? А ведь это ты. Это ты всё устроила. Что я… Я… Зачем мне это нужно, Олег? А затем, чтобы в очередной раз настроить против меня Аню. Да? Да. Ну, и как бы я это сделала? Сам подумай, как? А я подумаю. Я обязательно подумаю. Если я узнаю, что ты хоть какое-то отношение к этому имеешь, я… И что ты сделаешь, а? Разведусь. Ну, вот что теперь делать с архивом, не знаю. Я выписала только часть потенциальных мстителей. Все они мужчины. А искать надо среди женщин. Как добраться до дел? Ну, у нас для этого Алик есть. Так что не переживай, прорвемся. Я думаю, тебе надо отдохнуть, Аня. Поспать, наконец-то. Сегодня у нас пятница. Пятница. Ой-ой. Вероника уже трижды переносила нашу встречу с Сенькой. В итоге договорились до того, что завтра встречусь с ним, заберу его на пару часов. Алик, привет. Я по поводу завтра звоню. Я заеду за Сенькой в три часа. Завтра, а ты знаешь, наверно не получится. Мы всей семьей идем в кино, а потом в парк. Так что… И Сеня тебя не вспоминает. Слушай, что ты изобретаешь? Что ты лепишь? Дай Сеньке трубку. Дай, пожалуйста, трубку Сене. Вероника, Вероника! Мам, зачем ты так сказала? Это же не правда. Я всегда помню папу. Так, отстань, иди поубирай в своей комнате. Че ты стоишь? Я сказала, иди убирай в своей комнате. Мам, я хочу сказать папе, что я помню его. Так. Слушай, Сеня, этот человек тебе больше не отец. Ты понял? Больше о нем не вспоминай. Он тебе никто. Иди убирай в комнате, я сказала. Андрей, прости меня еще раз. Если бы я тогда знала… Ань, не переживай. Я завтра поеду. Поговорю с Вероникой. Нет, нет, не делай этого. Почему? Она может позвонить в полицию, и ты получишь официальный запрет. Тогда все исправить будет гораздо сложнее. У меня есть план. Дай мне помочь тебе. Пожалуйста. Хорошо. Вызову такси. Не нужно. Не буду. Доброе утро. Доброе утро. Как нам спалось? Ты мне снишься, что ли? Сейчас появилось такое… давно забытое чувство. Какое? Чувствую себя защищенной. Мне с тобой очень хорошо. А мне с тобой… Алик… Алло, да. Привет. У меня пару твоих пропущенных звонков. Извини, не слышал. Слушай, просьба у меня к тебе есть. Надо поднять в архиве все дела Анны. Все дела Анны? Да, мы продолжаем поиски. Понял. Давай, отбой. Пока. Молодежь, молодежь… Напрасно вы не хотите сотрудничать со следствием, Евгения Олеговна. Это ведь в ваших интересах. Ваша вина практически доказана. Вы все равно будете сидеть. Но только срок можно изменить. Помните фразу? Чистосердечное признание смягчает наказание. Да поймите вы, все улики против вас. Те нестыковки, которые якобы нашел предыдущий следователь, притянутые за уши. А вот я максимально честен и объективен. Я хочу вам помочь. Ну? Все. Я готовлю дело для передачи в суд. Все. Пиши, Чистосердечное. Пиши. Пиши. Не накручивай себе срок. Пиши. У тебя пять минут. Жень. Посмотри на меня. Посмотри. Твоя мать и мой шеф делают все, чтобы найти настоящего убийцу. Я им в этом помогу. Ни в коем случае ничего не подписывай, слышишь? Никакого признания, поняла? Поняла? Пиши. Анна Николаевна, здравствуйте. Какими судьбами? Здравствуйте, Вероника. Нам с вами надо поговорить. Поговорить? Прямо сейчас, простите, нет времени. Меня Сашка внизу в машине ждет. Вы представляете? Он такой романтик. Он пригласил меня на ужин в ресторан. Так чудесно чувствовать мужскую заботу и внимание. Да, это не то, что ожидать физической расправы каждую минуту. Это все благодарю вам. Спасибо. Вероника, а вы ведь меня тогда обманули. В смысле? Андрей вас никогда не бил? Это он вам такое сказал, да? Конечно, вы поверили. Он вас даже пальцем не трогал. А я утверждаю, что бил. О чем свидетельствует официальное медицинское заключение. А также свидетельские показания очевидца Александра. А еще красноречивая речь моего адвоката. Сутниковой Анны Николаевны. Вы не знакомы? Жаль, ее речь в суде произвела фурор. Вероника, давайте дог... Это что? Соседи ремонт делают. Откройте дверь. Нет. Откройте, я вам сказала. Вы не имеете права, это частная собственность. Отойдет двери. Дай ключи. Быстро! Такой, этот? Синя, сынок, иди ко мне. Вы не понимаете, я... Просто он себя плохо вел и был наказан. Ты что, его бьешь? Нет, нет, нет. Просто Синечка очень активный мальчик. Он сам бегает и обо всем ударяется. Ты бьешь ребенка? Я сейчас собиралась уехать в ресторан, заперев его в темноте? Да нет же! Я бы обязательно вернулась, это было в профилактических целях. Где будет, чтобы тебя лишили родительских прав? Да ты не понимаешь, он просто меня бесит, он все делает мне на зло! Еще хоть раз пальцем его тронешь? Посажу. Да-да. Виталий Миронович. Здравствуйте. Присаживайтесь. А я к вам от Вероники Левченко. Припоминайте? Я была у нее адвокатом на бракоразводном процессе. Меня зовут Анна Сотникова. Угу. Ну и чем могу быть полезен? Видите ли, Виталий Миронович, одной моей клиентке нужна точно такая же справка, которую вы делали тогда Веронике. Угу. 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 То есть, вам нужно, чтобы я засвидетельствовал побои? Именно. Сумма в пятьсот долларов вас устроит? Понимаете, какая штука. Дело в том, что у Вероники Максимовны, у нее же были уже перед этим определенные побои. Да, да, конечно, понимаю. Угу. Которые она сама себе и нанесла. Виталий Миронович, вы уже понимаете, что Вероника водилилась со мной всеми подробностями. С адвокатом нужно быть предельно откровенной. Впрочем, так же как и с доктором. Иначе сюда не выиграть. Угу. Ну, скажем так, семьсот долларов. Другое дело. Я же ведь, знаете, тогда даже почти не погрешил против реальности. Да, да, конечно. И мы сейчас с вами пойдем тем же самым путем. Договорились? Ну, прекрасно. Тогда я могу ее позвать? А что, она здесь? Конечно. Ну, да. Пожалуйста. Хорошая работа, Анна. Капитан Левченко. Официально вам заявляю, что весь этот разговор записывался и теперь будет использоваться в суде. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Да? Точно? Хорошо. Садитесь. И пишите. Так, а что писать-то? Вы знаете, Веронику, Левченко, пишите, при каких обстоятельствах вы вступились с ней в сговор и выдали ей фиктивное медицинское свидетельствование. Кстати, доктор, это была ваша идея? Да нет, конечно. Ну, она меня умоляла. Я бы сам ни за что в жизни за вот это… Ну, вот так и пишите. Пишите, доктор, пишите. Пишу, пишу. Привет. Привет. В архив. Закрыт архив. В связи с пропажей документов идет в разбирательство. Да мне на минуточку. Извинения, как нельзя. Здравствуйте, Анна Николаевна. Что? Не ждали? Что это значит? Что? А-а-а! Это значит, что лимит свидания в этом месяце у вас исчерпан. Но я могу подумать, чем вам помочь, если вы останетесь благоразумными. Дайте-ка угадаю. Я должна убедить свою дочь, что только чистосердечное признание способно смягчить наказание, которое ее ждет. Вы необычайно проницательны. Настя! Ой! Ой! Какая прелесть! Какой хорошенький! А вы бы сюда? Ой! Это тебе! А мне? Да! И конфеты тоже! Попросить чего собрался? Руки и сердце! Шутка! Да! Но маленькая просьба все же есть! Валяй! Шутник! Шутник! Да, Марина! Привет! Привет! Я знаю, кто убил Романа. Кто? Мне нужно проверить эту версию. Я хочу ее с тобой обсудить. Можно к тебе приехать? Конечно, можно. Нужно. Марин! А у тебя как дела? Да Гришко отказал в свидании с Женей. А мне нужно было ее проведать, понимаешь? Убедиться, что с ней все в порядке. Слушай, я тут рядом, недалеко, могу к ней заехать. Может быть, что-нибудь завести ей? Марина, спасибо огромное. Она любит сок апельсиновый. Я тебе все в СМС напишу. Спасибо тебе. Да, поняла. Хорошо. Пока. Привет. Что ты здесь делаешь? Привет. К Насте заходил в архив. Она мне должна вынести остальное дело. А ты куда? Я к Женьке. А они не разрешили свидание и попросили отнести передачу. Понятно. А вот и твоя Настя. Ну, пока. Пока. Спасибо. Вот. Филипп Краузе. Иностранец, что ли? Донец. Наш. А он дай-ка. Филипп Краузе. Очень знакомое сочетание имени и фамилии. И я откуда ты его помню? Откуда? Да. Точно. Год назад. Все правильно. Мужчина разбился на машине вместе с девочкой. Дима, наш эксперт, еще устанавливал, не было ли там самоубийства. С ребенком в машине? Самоубийство? Там какая-то очень темная история была. Целая драма. Жена, любовница. Вот эта девочка, которая погибла, это была дочь любовницы. Так получается, что он муж клиентки Анны? Алик, а ну-ка найди-ка мне в сети все, что сможешь по этому делу. Фото, адреса, все. Заходи, Марина. Ну, как она? Слушай, Женька держится молодцом. Я все сделала, я отдала передачу, и она просила передать тебе, что очень тебя любит. Марина, спасибо тебе. Спасибо. Ань, Ань, ну все, все. Что там по поводу твоей версии? Слушай, я считаю, что Романа убила Валя. Валентин? Дома работница? Да. Да, из ревности. Она была тайно влюблена в него. Смотри, он ее соблазнил, воспользовался, а потом выбросил ее. Из-за этих вот отношений. Вот. И вот посмотри сама, смотри, она приехала, якобы убраться после вечеринки. А на самом деле она убедила полицию, что убийца Женька. А зачем тогда она потом говорила Андрею, что женщина, которая приехала утром к Роману, была всего лишь похожа на Женю? Потом синяя машина, алиби. У Валентина на момент убийства алиби. Нет, Марина, прости, но это ерунда. Садись, сейчас чай попьем. А где у тебя можно? Вторая дверь по коридору. Так. Чаек. Чаек. Фух, ну слава Богу. Фух, ну слава Богу. Марина! Марина! СМС пришла. Мой видеорегистратор снял убийцу Романа Тищенко. Я готов отдать вам видео за вознаграждение. Встретимся здесь. Карта прилагается в рыбацком домике в два. Но предупреждаю, никакой полиции, иначе встречи не состоится. Запись регистратора будет у них нужна. Кто это? Не знаю. Так, все. Я еду. Сама? Я тебя не отпущу. Нет, Марина, я не хочу рисковать. Это может быть убийца. Да нет, вряд ли. Он не стал бы оставлять такие следы, если тебя можно просто было бы убрать по-тихому. Логично. Слушай, я поеду с тобой. Давай, мне будет спокойно. Хорошо. Я возьму деньги и позвоню Андрею. Андрею обязательно позвони. Аня, здесь же в СМС написано никакой полиции. Андрей полицейский. Может, еще кофе? Нет, спасибо. Благодарю. А, вот Филипп Краузе. О, пожалуйста. Статья сразу же. Так, а вот смотри. Любовь Яковлевна Краузе. Жена. Так. Стоп, стоп. Так. А это, вероятно, его любовница. Марина? Ого. Это нам что, придется идти пешком, что ли? Судя по всему, да. Но тут недалеко прямо. Шеф, вспомнил. Я же сегодня видел Марину. Она приходила к Жене в СИЗО. Марину? Так, давай в СИЗО, быстро. Быстро, быстро, быстро. Олег, понял. Похоже, что здесь. А? Женя, блин. Есть путь. Слава Богу. Вызывай скорую. Быстро. Паша. Паша. Когда приедут, скажи, что руками на столе ничего не трогали. Кали, 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 Кали. Да. Надо найти Анну по радиосигналу. Действуй быстро. Понял. Держись, держись, родная. Держись. Пульс есть. Слава Богу. ТЕЛЕФОНИЦЕЙ ЗА ТЕЛЕФОНИЦЕЙ ЗА СИЗО Сообщение? От кого? От Андрея. Шеф, мы уже недалеко. Сейчас мы их быстро найдем. Кстати. Красава. Тихо. Очнулась? Поднимайся и садись за стол. Быстро. Ну, судя по карте, здесь есть два объекта. Ага. Ну, судя по карте, здесь есть два объекта. Заброшенная лодочная станция и рыбацкий домик. Станция ближе, так что начнем с нее. Ну что, погнали в темпе. Пиши. Моя жизнь потеряла смысл. Пиши, я сказала. Я совершила в своей жизни много ошибок. И за это была наказана тем, что моя дочь оказалась убийцей. Почему ты это делаешь? Имя Филиппа Крауза тебе о чем-то говорит? Ты защищала его жену во время развода. Да, помню. А о том, что он погиб во время аварии, это ты знаешь? Врезался в стену на полном ходу. С ним в машине была наша дочь. Я потеряла их двоих в один день. Сочувствовал, Марин. Из-за тебя я их потеряла. Ты же хотела его что, прищучить? Ты хотела его разоблачить? Из-за тебя свои активы он отдал жене, которая просто безмозглая курица. Но ты же всегда на стороне обиженных и униженных тупых баб. А мы с Филиппом, мы любили друг друга. И у нас был ребенок. И мы могли вместе прожить долгую и счастливую жизнь. Я думаю, там надо еще проверить. Какое отношение я имею к аварии? Самое прямое. Из-за тебя он потерял все. Ему позвонил его адвокат и сообщил об этом, когда он забирал со школы нашу дочь. И у Филиппа было такое стресс, что он просто не справился с управлением в машине. Ну, он жмут. Не садится за руль. Заткнись! Сначала я хотела покончить с собой, а потом решила, что это будет неправильно уйти, недомстив. Хочешь знать, как все было? Как я сумела обвести тебя вокруг пальца? Я поменяла фамилию. А потом я изучила твою жизнь. Вдоль и поперек. Я сделала ставку на Гордеева, но когда увидела, что этот идиот все еще тебя любит, я нашла Романа. Он оказался идеальным соучастником. В меру глупым, но с ужасно раздутым самолюбием. Я пришла к нему с конкретным предложением наказать тебя. И он завелся с полоборота. Да, ему ужасно нравилось издеваться над тобой и твоей дочкой. Этот идиот даже не понял, что сыграет роль трупа в моем спектакле. И когда я сказала ему вывести всех, и начнется самое интересное, он даже не спросил, что именно. Так нравилось ему водить тебя за нос. Это ты устроила цирк на парковке от имени Лужина? А потом я героически тебя спасла, да? Чем заслужила твое бесконечное доверие? Это шантажировало Бориса. Это было ужасно весело. Я сыграла на его страхи за собственную шкуру. А деньги отдала этому парнишке. Страх одного и жадность другого. Отличные помощники. Жалко, парнишка сбежал. Даже если бы ты сбила Дениса насмерть, мы бы все равно вышли на тебя. А твой любимый Андрей уже вышел. Но он не сможет ничего доказать. Это ничего не изменит. И тебя это не спасет. Потому что ты! Ты загниешь на дне реки с простреленным черепом. Но перед этим я хотела бы, чтобы ты до конца прочувствовала, каково это. Каково это потерять дочь? Ты больна, Марина. Тебе надо лечиться. А дочь я не потеряю. Ее оправдают. Это не имеет никакого значения. Твоя дочь мертва. Жени нет. Да. Да, я отравила ее. Дописывай. Иначе я прямо сейчас продырявлю тебе башку. Зачем тебе это письмо? Полиция все равно уже знает всю правду. Ты же юрист. Ты лучше других знаешь волшебную силу бумажки. Тебе не уйти. Всплывет масса деталей. Например, этот пистолет. Откуда он у меня? Я взяла его из вещдоков, к которым ты имела доступ. К тому же на нем будут твои отпечатки. А это место? Почему я решила застрелиться именно здесь? О, тут все просто. Неделю назад ты написала мне на почту письмо, что присмотрела домик, который хочешь купить. Мол, когда Женю оправдают, привезешь ее сюда, природа лечит и все такое. Я не отправляла тебе такого письма. Правильно. Это я отправила его с твоей почты и удалила. И оно осталось у меня во входящих. Пиши давай. Марина, брось! Я не шишу, убери пистолет! Окей. Бось пистолет! Стреляй на поражение! Стоять! Пиши! Пиши, ну! Пиши! Пиши. И все будет в порядке. Спасибо вам. У вас есть пять минут. Он еще очень слаб. Папка, я знал, что ты меня не бросишь. Я тебя никогда не брошу. Никогда ты это запомни. Двоечку. Молодец. На работе вас уже все ждут. Полковник Калюжный каждый день спрашивает, как вы Фролова, кстати, посадили. Его действительно ввел отдел внутренних расследований. Ну, Калюжный просто не мог вам сказать правду. Секретная операция. Сень, а ну пойдем допросим медсестер, когда мы уже папку отсюда забрать сможем, а? Иди, сынок, иди. Ты меня прости. Я в таком виде. Врач сказал, теперь все будет хорошо. Давно я здесь? Десять дней. Десять дней. Все это время врачи боролись за твою жизнь. Как Женька? Все хорошо. Вы вовремя успели. А Марина? Ее вина доказана, и ей теперь грозит пожизненное. А против Вероники возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком. Пока идет разбирательство, ты получаешь опеку над Сеней. А нет, я так благодарен тебе. И я не понимаю, почему ты со мной так возишься. Потому что я тебя люблю. Правда? Да. Продолжение следует...